МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно 4 года назад была пройдена та точка невозврата, которая привела Украину в сегодняшний день. Янукович и оппозиция подписали соглашение об урегулировании кризиса. Его гарантами были Германия, Польша и Франция. А уже на следующий день с молчаливого согласия гарантов произошел государственный переворот. Порошенко, правда, называет его иначе, о чем я рассказывал сегодня украинскому суду. Говорил, пока не испугался адвокатов Януковича, и прервал видеоконференцию. Вообще то, что происходило в суде, было, конечно, беспрецедентно. Особенно досматривали девушек, объясняя, что вынуждены их досматривать, так как у них есть бюст. Какая неожиданность. Но они опасались, что это будут... Да-да-да, они опасались, что бюст будет исписан призывами, поэтому они спрашивали, есть ли на вас одежда, интересовались. Да. И на вопрос, а что такое? У вас есть бюст, и вы на нем можете что-то написать. То есть вдуматься, конечно, уровень пошлости всего происходящего в суде, это запредельно. Я же не говорю об унизительности этой процедуры и совершенно недопустимости. Но сегодня для меня было открытием... Я вам скажу прямо, вот две вещи меня сегодня поразили из того, что произошло. Но это то, что наши хоккеисты все-таки выиграли легко, я просто боюсь об этом говорить дальше, потому что до финала еще не дошли, но я как-то так всегда с замиранием сердца, вот там одним глазом на хоккеистов. Но то, что легко, уже радует. Но некто Гордон наконец-то раскрыл мне глаза на Майдан. Я все думал, кто же виноват в Майдане? Наслаждайтесь. Что за люди оказались наверху в стране? Откуда они взялись? Кто они такие? Как они туда попали? Их наверх вынес Майдан. Нет, их наверх вынес не Майдан, не надо путать. Значит, я вам скажу одно, на Майдане стояли одни, а власть взяли другие. И кто их вынес наверх, это большой вопрос, на который история даст ответ. Их Россия наверх вынесла, очень многих. Я повторяю, их очень многих вынесла наверх Россия. Потому что одним из организаторов Майдана была Россия. Но учитывая на каком языке это говорится, я думаю, что капитан российской армии Гордон получит после этого звание майора. Притом, заметьте, на Украине, где они борются за то, чтобы Украина, Ридномова, Болотова, он говорит на русском языке. Недолго пройдет время, как этого господина Гордона обвинят в том, что и он кремлевский агент. Уже. Уже, да? Это Лена его перевербовала. Я их эфир смотрел. Лена, молодец. Я, если честно, позволю себе не комментировать то, что сказал Гордон и не комментировать его фигуры. Я хочу о более таких серьезных вещах. Вот вы правильно подметили, что в этот день произошел определенный перелом. И вы знаете, прошло 4 года, а у меня до сих пор остается много вопросов. А почему произошло именно так, как произошло, и почему оно не закончилось так, как задумывалось? Смотрите, первый вопрос. А почему Виктор Федорович Янукович уже 19 числа собирал вещи? Почему? То есть, вот это вот исход, назовем это так мягко, да, дипломатический, исход из Украины, вот этот, он планировал заранее. И 21 числа, то, что он уже подписывал, для него уже не имело никакого значения. Это первый вопрос. Второй вопрос. А почему не подписал представитель России вот это соглашение, господин Лукин? То есть, он дал очень четкое объяснение. Как-то странно. Не, чтоб он не объяснял, но все равно, как-то оно странно. Согласовывали, трое подписали, я имею в виду, поляк, немец, француз. А он не подписал. Трое подписали, немец, француз и поляк. Да, немец, француз. Сейчас, Вадим, договорит, да? Следующий вопрос. А почему, откуда взялся вот этот поросюк? Я до сих пор не понимаю, честно. Ну как это? Я живу в Украине, но как оттуда? Я его тогда первый раз... Наши АГИН видел. Майдан, сержант, не может, что-то кто-то выйдет. Российский АГИН. Вперед! И побежали. Видите, тут слишком много остается неизвестных. А Майдан его не поддержал, да? Нет, Поросюка. Да не суть. Майдан поддержал, не поддержал. Российский АГИН. Такое право настроение. Но почему именно он? С чьей подачей? Понимаете? Ну я не верю. Просто человек... Немой так с тобой, да? Найдите вы разницу, если не побежали. Это же не игра там в Чапаева, да, в шашки. Это серьезное... Правильно? Можно серьезное вам следующее? Следующее. Вадим, задавься это. Все-таки, 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 кто отдавал прекрасно расстрелы? Кто? 21 числа погибло... Вернее, 20 числа погибло 48 человек. У вас уже не есть сомнения, спустя 4 года. До сих пор нет ответа на этот вопрос. Я считаю, что для того, чтобы идти в будущее, нужно, чтобы были данные ответы... Правильно? А то, что произошло прошлое, то что мы вчера... Владимир Владимирович, дайте мне говорить. Вот, смотрите, Янукович подписывает. Весь такой у желтых цветов. Да он какой-то, смотрите, даже на фото. Он какой-то поджатый какой-то. Он какой-то поджатый какой-то. Он уже понимал, что у него пошел другой сценарий. Понимаете? Не, ну... Там невозможно было уже... А вот эти, посмотрите, какие красавцы, а? Кличко, который все-таки не смог сформулировать, что подписал. Да, Штанмайер рядом с ним. Яценюк пулю в лоб. То есть, это он же говорил, лучше пулю в лоб, говорил Арсений. Это отдельная вообще тема. Это еще... Тоже наш агент. Это еще несколько вопросов. Кто тоже из России? Нет, нет, нет. Причем тут Россия? Сикорский рядом, да. Это еще один вопрос. И где-то приютился француз. Это еще один вопрос. Вот он сказал Гордон, вот единственное, что я позволю себе прокомментировать, что это Россия там привела их к власти. Знаете, вот с этой мыслью я частично могу согласиться. Правильно. Не касаемо их, а касаемо президентских выборов. Если бы 20 февраля, то есть день назад, 4 года назад, не началась спецоперация по незаконной аннексии Крыма, выборы президентские проходили бы в спокойной обстановке. Не было бы необходимости кого-то там консолидировать для вины в первом туре. Неизвестно, кто бы победил. Понимаете? То есть тут есть рациональная земля, что он сказал. Позвольте вам здесь противопоставить показания вашего же украинского суда. Даже ваш украинский суд, базируясь на словах перебежчика и, на мой взгляд, человека, который очень близко подошел к грани, после которого он становится предателем, господин Пономарева, даже он говорит, что по тем слухам, которые до него доносились, решение по Крыму было принято только в ночь с 22 на 23. То есть даже ваш украинский суд говорит точно не с 21 числа. Это он говорит. Но украинский, и ваш президент, это не медалька. Это медаль. И она появилась позже. И она появилась потому, что именно с 20 числа. 20 числа началось восстание в Крыму. 20 числа началось потому, что у Порсуня Шевченковского погибли крымчане. И поэтому движение в ответ на похороны беркутовцев и разгромленные автобусы началось движение народа 20 числа. И последний ответ, если можно. Вы упомянули, что президент свидетельствовал и так далее. Смотрите, два момента. Первое. Очень хорошо, что президент Порошенко пошел на такой неординарный шаг. На видеоконференцию. Никуда не пошел. На видеоконференцию. Да не суть где. Суть в том, что он принял решение и свидетельствовал в суде. Правильно? Вот я смотрю в России, даже Сечин он может себе позволить игнорировать. А чтобы там свидетельствовал, я не знаю, премьер-министр, президент. Я абсолютно не представляю такой ситуации. На постсоветском пространстве хоть еще один президент. Абсолютно никто. На постсоветском пространстве только вот Порошенко пошел на это. Это первое. А по советскому пространстве больше нет незаконных избранных президентов. В том, что... Так как легитимность Порошенко на самом деле напрасно была нами признана, я вообще не понимаю, кто этот человек. Не-не-не-не-не. Никим не подает сомнений. Нет, Азаров сказал, что этот человек за время своего президентского правления в три раза увеличил свое благосостояние. Валерий Викторович, я абсолютно не подаю сомнений. Каким образом Азаров посчитал? Как раз Азаров, как экономист, как раз может посчитать. Смотри, но последний момент. Негатив, обувляя этой истории, я смотрел это и слушал в прямом эфире, в том, что превратили свидетельства президента Порошенко и само судебное заседание в такой связи, знаете, сеанс троллинга. Почему троллинг? Это важный вопрос, по сути... Это по сути было важным. Но смотрите, адвокаты не задавали. Наоборот, смотрите. А зачем они так поступили? Если судья клоун, почему же его не подумали? А при чём это? На этом суде были заданы очень конкретные вопросы. Вы и в нарушении Конституции, имеется до Украины, неожиданно решили, что можете отстранить своего президента по основаниям, которые не прописаны в Конституции. Вы говорите, что он планировал бежать. Хотя вашими же депутатами установлено, что он всё время, когда вы вместо него назначали кровавого пастора, исполняющего обязанности, находился на территории Украины. И вы об этом знали. Яценюк с ним говорил по телефону. Аваков и Яценюк поехали его добывать. Уважаемые коллеги, это было бы всё хорошо и правильно. Но это правда. Если бы не было в Ютьюбе прямой съёмки, что грузятся грузовики, вывозятся непосимым трудом нажитое имущество. Куда? Смыслей Ильича. Куда? Просто так оно бы вывозилось. Вывозится куда? Он собирался убежать... Вывозится куда? Это хорошо на украинском клинике рассказать, если кто-то поверит. Там кадры, которые везде на декабре были в Межриде. Сняли оттуда видеть. Подождите, здесь стоял человек, господин Олени, который говорил, что Порошенко отправил самолёты со своим добром в Испанию. Исходя из этого, Порошенко неделю и чес, никто не знал, где он. Можно Порошенко после того отдохнуть? Давай. Отдохнуть. А Иноковичу нельзя было отдыхать. А Иноковичу нельзя было отдыхать. Вместо того, чтобы взять флаги под костёвом нужно камазами раздеться. А его дело не было. Решил переехать. Ну хватит уже. Я рассматриваю психологический портрет Яноковича. Это, конечно, продуктивно. Можно гадать. Так у него рука дрожала, ухо в ту сторону было повёрнуто. И искать... Он, по-моему, как был восковый, так и остался. Такое всё время такое восковый. Но мне важно другое. Если о фактах. А факты, факты, в этом смысле они однозначны. Они другой трактовки не предполагают. Подписан на соглашение, Янокович на следующий день то, что требовало от него соглашение, исполнил. Войска, полицию, внутренние войска в тот же день отвёл. Понимаете? Что? Но он выполнил. Вот теперь зад прошли вопрос. Откуда ушёл? Тогда было в Ахханале. Он уже не руководил ничем. В Ахханале, в Ахханале, в Ахханале, в Ахханале, кричат ли не до Майдана, не сейчас. Как сказал Билан Закачвич. Он выполнил свою честь. Вадим, давайте по очереди. Там никакие не полицейские. Я понимаю, что вы не заориентированы, но давайте по очереди говорить. Верните себе ориентацию на место. Он увёл людей с Майдана. Он уже ничем не руководил тогда. Тогда почему они ушли? Они уже принимали решение. Куда они делись? В предсказар мы ушли. Кто их отвёл? Сами ушли. Кто отдал приказ? Уже все поняли, что это всё. Кто вам это сказал? Я только не... Кто это сказал? Я не понимаю, кто сейчас выступает. Вы. Спасибо. Молодец. Ну, это вопрос к ведущему. Ведущий ответил. Так вот. Смотрите, факт является безупречным. Он отдал команду. Это они ушли. И Беркут, и ВВшники, и любые другие. И просто полицейские. Все ушли с улиц. Что мы сейчас слышим? Да это ничего не имеет значения. Вы спрашиваете, откуда взялся Поросюк? В тот момент, когда ушли войска, Поросюк взялся. Был бы не Поросюк, был бы кто-то другой. Эти люди, подписанты с другой стороны, были ненадлежащими субъектами. Самое ужасное, что ненадлежащими субъектами были господа Штанмайер и господин Сикорский и господин из Франции. Они все были ненадлежащими субъектами. Кстати, не знаю, как там Лукин сказал, у него разные есть тезисы. Но точно понимала российская сторона, что она не сможет обеспечить вот этих безумцев на Майдане. Ну и их поведение. И повлиять российская сторона на них не сможет. Поэтому она не подписала. А эти, не думая, подписали. Потому что не собирались выполнять. Еще раз говорю, факт заключается в следующем. Янукович свою часть 20-21 числа исполнил. Точно, по букве, что было написано, что делает Янукович. Он отдал приказ, этот приказ выполнили, и он свою часть исполнил. А ваша сторона все сделала с точностью до наоборот. После этого, чего я видел? Вы видели этот приказ? Он есть где-то письменный. Он объявил публично. Я отдал приказ отвезти войска с Майдана. И они отошли. Нигде не фигурировалось, что кто-то дал приказ. Там была полная же дезорганизация. Понимаете, когда вы будете удивляться. Никогда не было никакой полной дезорганизации. Тогда в тот день было. Даже и близко ее не было. После расстрела все. Не было никакой дезорганизации. У кого-то была дезорганизация. Есть документ, есть факт, соответствующий этому документу. Все остальное трепотня. Если вы будете заниматься этой трепотней, вы никогда не узнаете, кто убил 48 человек на Майдане. Потому что вы внутренне знаете, кто убил. Только боитесь рот открыть. И вы, и все остальные. Интересное слово пустил. В публичную сферу. Трепотня. Я бы хотела отметить, что когда мы ввязываемся в дискуссию с некомпетентным человеком, мы опускаемся на его уровень. Поэтому я бы хотела высказать свою точку зрения. Компетентную. А ну давай. Не обращая внимания на очевидных троллей, которые сюда присланы, чтобы свести все к бардаку. Вот что касается событий 4-летней давности, очевидным является следующее. Что смещение Януковича было абсолютно незаконным. Более того, нынешний допрос Порошенко, ну такой, скажем, псевдо-допрос, пока псевдо-допрос, да, очень хотелось бы, чтобы скоро он превратился в реальный. Так вот, этот допрос Порошенко показал, что человек всячески увиливал от прямых вопросов. Один из основнейших вопросов, которые задавала адвокатура, был такой. Вспомните, пожалуйста, напомните, пожалуйста, о принятии решения об отстранении от Януковича, от своих обязанностей. Он сказал, так это, я не помню, я не помню, я не знаю, как человек, который потом занял пост президента, который к тому же является гарантом Конституции, значит, он должен знать ее очень хорошо. И он дает такое ответ. Минуточку, вы будете говорить потом, вы будете говорить потом, вам не хватает вашего стакана, возьмите второй, и замолчите. Ходить не надо. Я понимаю, но в данном случае он меня перебивает. Что это такое? Замолчите и слушайте внимательно, имейте терпение, у вас начался словесный голос. Мельдония аккуратно вас не хочет в Прибалтику, это Прибалтийский продукт. Так, все успокойтесь. Так вот, возвращаемся все-таки к допросу господина Порошенко. Скоро выйдут в форме боксерского реферинга. Ключевым вопросом является следующее. Он фактически увиливанием от прямых ответов адвокатов показал, что он знает, что тогда Януковича лишали полномочий незаконно. Он прекрасно понимает, что после этого точно так же незаконно назначали Турчинова исполняющим обязанности. Он точно так же прекрасно знает, что следующий закон, который вводил амнистию и запрет расследовать любые уголовные дела по Майдану. Это было незаконное решение. И сюром, абсурдом и отвратительной мерзостью сейчас выглядит то, что идут какие-то суды по беркутятам. Потому что на самом деле этот закон и их охранял. Он их тоже амнистировал. В этот закон об амнистии были внесены абсолютно все участники. У меня тогда возникает вопрос. А почему сейчас судят беркутят, наплевав на этот закон об амнистии? Почему не судят тех, кто убивал беркутят, внутренние войска, ребят из внутренних войск и из полиции, где по ним уголовные дела? Ах, их защищает закон об амнистии? Так он должен защищать тогда и тех, кто сейчас находится под уголовным преследованием со стороны правоохранительной системы, те, которые получают реальные сроки. Это говорит о том, что законы в Украине, даже принимаемые этой бандитской сворой, не работают. Это не правовое государство. Это государство, в котором закон выдуман только для политического оппонента. И используется режимом только для того, чтобы давить оппозицию и любое сопротивление этому режиму. Сам режим находится вне закона. И самое интересное, что европейское сообщество, Госдеп, все, кто им помогает, траншами, кредитами, санкциями, это те люди, которые благословляют этот режим на бесчинство внутри своей страны. Владимир Владимирович. Я хочу немного отмотать историю. Два года я работал над книгой. Я встречался практически, кроме Януковича, я встретился со всеми кабинетами, кто работал при Януковиче, с его командой. В последнем списке я встретился с Штефаном Фюлли. Этот человек отвечал за подписание, проработку документов. Это Еврокомиссар по добрососедству. Так называлась его функция. И в какой-то момент у меня зародилось абсолютно четкое убеждение, я не согласен. Редко, но не согласен. Дело в том, что когда они подписывали вот это соглашение, есть очень большой вариант, что они прекрасно знали, что Янукович уже разыгран, и все равно будут штурмовать, все равно уже подготовлен полностью смена власти, что будет в любом случае захват власти. И об этом знали на Западе. Об этом знали. Поэтому Штайнмайер в эти катастрофические 24 часа есть депутатский запрос. Андрей Ахунько, это депутат фракции Линке, Бундестага, официально писал запрос, в котором выяснялось, почему Штайнмайер не отвечал Януковичу. Янукович пробовал с ним связаться, потому что было безумное давление, это говорят все, было безумное политическое давление на Януковича. Давай мирно, давай мирно, отводи войска. И он поверил западным политикам. Он им поверил. А верить им в этот момент было нельзя, потому что их миссия... Так я ведь сказал, что они ненадлежащие лица. Ненадлежащие лица, но они знали, что будет переворот. Не то, что они не могли гарантировать попрос. Что знали? Они его готовили и делали. Они его готовили. Тогда мы сходимся. Они его готовили. Они его благословили. Кто-то его готовил, кто-то прекрасно знал, что началось. И та картинка, которая на Западе показывалась, у меня такое ощущение, что мы в разных эксорствах. Я полностью поддерживал Майдан, пока не окунулся в расследование того, что там происходило. Я его поддерживал. И то разочарование, которое во мне наступило, чудовищное разочарование, началось именно с того, что предательство на предательстве сидело. Значит, нельзя говорить о какой-то там правомерной, неправомерной смене связи с властью, если в этот момент, вот он говорит, там пять грузовиков выехало. Вы знаете, сколько в этот момент банд грабила с оружием или делала засады к государственным чиновникам? К их семьям приходили, натяжки ставили с гранатами родителям тех, кто в этот момент сидел в кабинетах. Это нормально? На Западе об этом неизвестно. У нас Азаров давал интервью, он остановил интервью, потому что в его жену стреляли, он не мог разговаривать с нами. У него слезы в глазах стоят. Это у них мирный такой вот, Майдан у них такой мирный. Ну а тогда что вы жену расстреливаете его из аппарата, из автомата в прямую? То есть он остановил, это было эмоционально. Он говорил, мы говорили об Украине, и человек стал полностью абсолютно эмоциональным. Остановили интервью. Так что вот эта вот туфтология, мифология, которую я слышу, она выводит меня из себя, вот честное слово. Значит, сегодняшнее выступление Порошенко. Я полностью придерживаюсь, есть момент очень сильный. Этот момент, вот самоустранение или не самоустранение, это безумно важный момент, доказывать его. Суд просто вот превратил это все в клоунаду. Любой вопрос по самоустранению, они вычеркивали. Да, они пресекали. Без обсуждения там психологии, Порошенко или еще чего-то. А можно задать вопрос? Сейчас, сейчас. Где задержится такой термин? Да скажу. Дело в том, что самоустранение, это та же версия, которую выдвинул Штайнмайер в свое время в ответ на запрос Хунько, что, видите ли, он, это ложь. Эту ложь можно разрушить. Для этого есть определенные механизмы. А какие механизмы? Дело в том, что... Конституция Украина, в которой не предусмотрен такой вариант. Дело в том, что президент государства, дело в том, что президент, дело в том, что президент государства имеет нетипичный мобильный телефон. Он имеет свои средства связи, в которых он выходит с теми, с кем нужно выходить на связь. Он не должен перед Тюханом отчитываться, он не должен перед радиотелевидением или Ксенбург отчитываться. У него есть с кем он выходил, когда он выходил и кому он дозванивался. Значит, протокольно, что он с Штайнмайеру дозванивался и выходил на связь, а этот Штайнмайер трубку не брал. И это доказывается очень просто. Интересно. Да, Андрей. Что-то новое. Четыре года впервые такое случилось. Я думаю, что вы не так глубоко не послужали. Я два года занимаюсь расследованием этого дела. Мы услышим, что из жену Януковича хотели убить. Азарова, Аня Януковича. Ну, я же говорю, еще три года. Андрей. Ну, так вы, может, много чего не знаете. Вы что, все знаете? Вот им сказали, что не профессионал пробует о чем-то рассуждать. Как высочило из головы вот замечательный парень приходил в Донецкий. Часто спорил. Да, Левченко. Но когда Колю Левченко вывели и расстреливали. Послушайте, было все. Майдан начинался тем, что мою машину расстреляли. Я повторю, что его правый сектор спасал. Зима, начнем с того, что только начался Майдан спасал, это спасал, я не верю. Когда Колю вывел правый сектор расстреливали. Слушайте, а еще один момент. Вашу машину отсыряли. Не буду брать. Кто жил офис партии регионов и просто человека, который там был программистом? Каллы из протестующих. Протестующих. Бандиты. Это называется... Я хотел бы напомнить, что Майдан и революция в 13-м году начались не потому, что возникли какие-то ужасные, плохие правосеки или свободовцы, а потому, что у гражданского общества было ощущение, что так жить нельзя, что Украину захватила банда. Эта банда становится... Сформировал такое ощущение, Андрей? Сформировала прежде всего партия регионов и те, кто были вокруг. А я скажу, что сформировали ровно те грантаеды, которые работали во всех украинских средствах массовой информации. Скажите, сколько денег получил гражданин на ЕМ для организации канала и от кого, в котором регулярно эту тему прокачивал и призывал выйти на Майдан? Ну, насколько... Это было интернет-телевидение. Да-да-да. Аудитория. Но насколько... Сколько... Насколько... Посольство Голландии выделили деньги перед Майданом? что та легендарная запись в Фейсбуке, которую он написал, не хотим ли... Господа, не хотим ли... Может нам прогуляться по Майдану? Нет, давайте выйдем. Я иду и призываю. Да, я иду, кто готов выйти, то некоторые люди, просто вот такие бизнесмены мелкого масштаба, вот мне известен человек, который 500 долларов положил на раскрутку этой записи в интернете. Я не знаю, сколько денег он мне не рассказывал. А почему вы не знаете самого простого? Ну, почему вы не рассказывали о скрепине лил? О скрепине был роман. Я не потом расшелся. Я не знаю, потому что... На это даже и не скрывал. Кто из западников сколько грантов на это выделял? Значит, вопрос... Гражданское общество, это общество, которое живет на деньги Запада? Нет. Это дельта, а что я не знаю? Гражданское общество, это прежде всего саморегулирующееся общество, которое существует на самофинансировании. Вы говорите о грантаедах. Какое самофинансирование? Ну, когда речь идет о мелком и среднем бизнесе, люди сами приносят по несколько тысяч долларов и говорят, нате вам, ребята, что-то. Андрей, не рассказывайте сказок. Спросите у того же наема. А я спросил. Значит, но вы продолжите сразу. Вы продолжите сразу после небольшой рекламы. Андрей, продолжай. Действительно, главным субъектом этих изменений, главным субъектом революции стало то, что у Гегеля называется, в его книге «Философия права» называется гражданское общество. В Украине оно складывалось к тому времени. Нам это сложно понять, поскольку в России этого феномена пока что ну или почти что нет, или вот оно где-то только кристаллизуется. о гегельянце и младо-гегельянце. Ну так как я был когда-то кандидатом в члены КПСС, они продолжатели марксистской традиции, Маркс в начале своей деятельности относился к младо-гегельянцам. Вы мне объясните, пожалуйста, а куда же делось гражданское общество после Майдана? Куда делось? Оно не делось. Оно, вот в том-то и дело, что оно не делось, оно есть, и именно это единственная надежда на то, что у Украины будут какие-то перемены. Вы мне сами здесь рассказывали, то, что Майдан обманули, что олигархи остались, что гражданское общество... Ну, к сожалению, революция это сложный многоуровневый процесс, который длится годами. После революции сложилась ситуация, когда контрреволюционеры пришли к власти. Да, да, понятно. Но вот те люди, которые подписывали, хотя подписывали точнее, вот они вот сидели там три такие... Яценюк, Технибок и Кличко. Кто из них гражданское общество? Вот в том-то и дело, что говорить о гражданском обществе можно только, когда речь идет о совокупности людей. Они, с точки зрения Майдана, они могут рассматриваться как ненадлежащая сторона, выражающая интерес. Поэтому этот договор в данной ситуации он не имеет отношения к тому, что к отстранению Януковича от власти. Подождите, а разве Януковича от власти... А разве отстранение Януковича от власти проводила гражданское общество? Нет, Верховная Рада проводила. А, тогда я немножко запутал. По какому проработану? Подарите, как гигельянец... По истехному. Подарите, как гигельянец гигельянцу, младая. Все-таки объясните мне. Но вот в отстранении Януковича от власти, которое произошло за часы, и которое не сравнилось с тем временем, когда не был на контакте нынешний гражданин, притворяющийся президентом по фамилии Порошенко, он исчез на 10 дней, Янукович не исчезал ни на один час. При этом, если Порошенко покинул территорию Украины и отправился на Мальдивы, как стало известно потом, то Янукович не покидал территорию Украины и находился все время на территории, с чего вдруг... В акте Верховной Рады об этом речь идет о ситуации крайней необходимости. В той ситуации, когда произошло отстранение Януковича в связи с его самоустранением, была ситуация крайней необходимости. Что значит термин самоустранения? С чего? Кто сформулировал? Это все самоустранение. Где в Конституции есть понятие самоустранения? Сформулирован постановление Верховной Рады. Подарите, это Верховная Рада имеет возможность в ситуации почему? Не предписано. Потому что понятие самоустранения. необходимости. Более того, Кремль в данной ситуации на моей стороне. Кремль не считает, что в Украине был госпереворот. Во-первых, Кремль считает. Вы запугиваете? Во-первых, минуточку. Это к Гордону. Спокойней. Спокойней. Астанкин считает, что был госпереворот. Кремль не считает. Во-первых, все время говорят, что Кремль считает и говорит. Президент Путин неоднократно называл это госпереворот. Как человек он может иметь свое человеческое мнение. А как президент тогда речь шла бы о восстановлении дипломатических отношений с новым государством, у которого было бы украинским государством по отношению к старому государству надо было бы выстраивать право приемства. Я понял. Надо сделать так, что... Во-первых, опять-таки это нарушение формальной логики. Вы как любитель Гегеля должны хотя бы это осознать. Потому что вы перескакивает через ступень. Вы говорите о том, что с вами соглашается Кремль, который не считает это переворотом, хотя есть прямые фразы о том, что это переворот. И говорите после этого, чтобы это произошло, должно быть переусловление. Это частное человеческое мнение. Андрей, перестаньте вражь мне. Вражь мне. Дмитрий, Андрей, почему нарушение логики? Потому что не Кремль занимается установлением правопреемственности. Поэтому вы переносите субъект. Вы путаете понятие субъектности. Второй очень важный момент. Ну уж если мы на философском языке говорим. Хочу вам напомнить, что 22 числа почти все посольства вышли с заявлением, что они не признают нарушение со стороны оппозиции и требуют восстановить Януковича во власти. Хочу напомнить, что американцы тогда не признали и сказали, что они считают законным президентом Януковича. Так, чуть-чуть. Помните это или нет? Помню. Если можно еще раз дополнить и добавить Владимира, есть еще один немаловажный момент, который почему-то умышленно забывают наши оппоненты. Пресловутый закон об амнистии, о котором я сегодня говорила. Вынесены абсолютно все статьи Уголовного кодекса, которые вменяют в ответственность за призывы к свержению, за попытки к свержению государственного строя, за блокирование гнистра. То есть все статьи Уголовного кодекса, которые напрямую признают эти действия государственным переворотом. Они зафиксировали свои действия целым законом и освободили себя таким образом от ответственности. Они сами признали все свои действия, которые выкладываются на форму государственной белье. Меня поражает ... Меня поражает... Извините, никакой в Украине не знаю, на Украине знаю. Меня поражает логика вообще. Запомните эту фамилию. То есть логика поражает. Это глава конституционного суда. Когда речь спрашивает вопрос, когда говорят о законности, слушайте, я еще ни разу слова не сказал. Когда говорят о законности, ну, конституция там была крайняя необходимость. Абсолютно не юридический термин, заметьте, не прописанный ни в одном законе Украины, ни в одном постановлении, нигде не прописан. Нигде не прописано. Не врите! Любой парламент не вручить еще раз! Андрей! Еще раз! право творческой деятельности. Еще раз! Разгон конституции. Андрей! Отчинитесь! Какой уголовный кодекс, когда вы говорите что уголовное действие? Вообще нет! Это категория из уголовного права. Да нет, конечно. Дайте мне сказать крайняя необходимость. Андрей! Какое отношение имеет должность президента к уголовному кодексу? Отчинитесь! Какая статья? Не врите! Вот и все! Отчасти всех уголовных кодексов в постсоветских странах есть крайняя необходимость. Андрей! Я понимаю, что как юрист вы еще тут. Вы понимаете, да? Философский. Человек слышал что там, что в случае самообороны ты можешь от хулиганов защищаться и совершать гражданский арест. А теперь кричит, что это инновиду. Андрей, мне напомнил эту гениальную фразу, когда помните профессор математики говорит слушай, ты эту тему понимаешь? Он говорит, конечно, я лекцию читаю. Лекцию я сам могу прочитать. А ты ее понимаешь? Да не, ну господи, это ложь и чушь. Сейчас в перерыве дадим уголовный кодекс, чтобы он там пролистал и нашел, где там Верховная Рада может нарушать конституцию в случае крайней необходимости. Может принять только новую и тот ли устами голосами. Причем опять-таки должен президент подписать это. Конечно, конечно. Но, причем отстранять его могли от власти три четверти от списочного состава. Там две трети еле накопилось. Ну это все, это же крайняя необходимость. Надо там три депутата соберутся и в случае крайней необходимости сместят кого угодно. Но, я все-таки... Андрей, дайте сказать. Мы слышали вас. Андрей, дайте сказать. Так вот. Но я все-таки, вы знаете, не люблю вот двух вещей. Когда врут, когда еще правдивую девушку, красивую правдивую девушку перебивают и начинают опровергать ее слова, правдивые слова. Я процитирую дословно некоторым людям, что сегодня Порошенко сказал в суде. Цитирую дословно. Мне ничего не известно о решении Верховной Рады относительно прекращения полномочий президента Януковича. Я о нем не знаю. Конец цитаты. Вот пусть перерыви, извинится этот оппонент правдивой девушки за то, что он обвинял ее во лжи, а сам лгал при этом. Не лгал, а был не точно. Так, давайте. Не точно. Если бы он не говорил, что это неправда, то он был бы не точно. Я только что процитировал из украинских СМИ. Господин Трюхов, я вам только что процитировал то же. Слушайте, слушайте внимательно. Значит, надо проверить уши. Я только что процитировал то самое, что цитировала Елена. Мы сейчас перерыви посмотрим, более внимательно это стенограмма не выяснили. Теперь смотрите, но есть какой прогресс. Владимир Владимирович, и мы вам поможем. Владимир Владимирович процитировал стенограмму. Нет, я процитировал украинские СМИ. Мы с вами все украинские СМИ. Я с вами проверили это стенограмма. Извинитесь, перед девушкой их... За что? Спокойнее. Я слышал, что я говорил. Ничего не переворачивать. Спокойнее. За какую лочь? Я, собственно, слышу то, что говорил. Вы взяли фразу из контекста. Радуйтесь. Вадим, вот послушайте, вы умеете хотя бы пониматься в том, что вы ошиблись. Спокойнее оба. Если бы я это не шел, я бы это не обманил. Вадим, в перерыве поищите сенограмму. Какая сенограма? Как это? Как это? Я, значит, какая-то сенограмма нашел. Вы хоть фразу вашего президента кто-то говорил? Вы слышали это? Да, конечно. Сегодня по всем сенцидируете герду какую-то. И не орите. Не орите. А вот это, кстати, хороший призыв. Вадим, хватит уже. Если не в перерыве, да и все. Найди в себе мужество признать свою ошибку. За стол. Так вот, за ложь. За то, что вы придумали. Говорите. Так вот, уважаемые зрители, я вас прошу. Я вас прошу. Сенограмму все увидят. У всех интернет, да? Вот наберите эту цитату. Увидите, кто лжет и кто боится признать себя лжецом. Лена, спокойнее. Владимир Владимирович, говорите. Но есть прогресс. Это случает бедный господин Погребинский, который всегда в ужасе от этих криков. Но есть прогресс. Но есть прогресс. Заметьте. Четыре года им понадобилось. То есть, три-четыре года назад. Помните, с какой пенной урта? Да мы знаем, кто стрелял. Да Беркут расстреливал мирных жителей. Да мы все уже знаем, кто убийца. Теперь смотрите-ка. Четыре года прошло, а мы не знаем. Вы смотрите, они задумались. Так кто же стрелял? Помнишь? Еще года четыре-пять пройдет. И они да, признают. Ну да, стрелять начали. Гражданское общество начало стрелять в Беркут. Насчет стрелять, все понятно. Гражданское общество начало стрелять в Беркут, но это была крайняя необходимость. Поскольку где-то в уголовном кодексе записано, что есть крайняя необходимость. Естественное право на восстание. Естественно. Слушайте, это гражданское общество. Лютиков и М.Л.К. Вы понимаете, вы говорите хорошо, эти трое не надлежащие представители гражданского общества, которые подписывали. Хорошо, вышел Поросюк, все понятно, от кого вышел. Не вышел бы Поросюк, был бы Ярош, кто кого успели подсадить. Он самый легкий из них просто был. Так вот, и что, Майдан, гражданское общество, в кавычках, конечно, проголосовало против, не поддержало Поросюка, не заявили, что мы выдвигаем ультиматум. Весь Майдан проголосовал, кадры есть. Вот это самое, в кавычках, гражданское общество, совершившее военный переворот, заявило о том, что мы не признаем этих соглашений и идем с утра штурмовать резиденцию. При этом, в суде вы видели, как испугались вопросы о Мальдивах, о том, почему Янукович считается самоустраненным. Янукович поехал в Харьков на заранее анонсированное мероприятие. О нем знали за 2-3 дня до этого. Он из Харькова выступал по телевидению, из Харькова. Это же часть Украины пока еще, да? Правда? Он заявил о том, что он не признает переворота, что оппозиция, так называемая, нарушила это соглашение. То есть, извините меня, какое самоустранение? Он даже выступая из Харькова, говорит, я остаюсь легитимным президентом. Они теперь боятся даже в судах этих упомянуть об этом. Потому что, в самом деле, сравнение с Порошенко сразу же ставит на гораздо менее легитимный уровень нынешнего президента. И вот именно поэтому суд испугался данных показаний. И именно поэтому прервал их. То есть... Но уже зафиксировано. Но уже зафиксировано. Давайте послушаем господина Погребинского. Простите, у нас тут было очень громко. Я знаю, что вы не любите, когда кричат, и всегда призываете собеседников к взаимному уважению и хотя бы к иллюзии спокойствия. Прошу вас. Ну, что можно сказать? Мне кажется, что тема в отношении того, законно или незаконно был отстранен и на какой-то власти давно понятна всем, кто хочет знать правду. Поэтому для меня это вообще не вопрос. Знаете, действительно, есть три позиции, которые должны были состояться. И только после этого можно было считать, что президент отстранял от власти. Ясно, что власть он потерял неконституционным путем. И дальше все, что происходит дальше. Это следствие неконституционного перехода власти от ямокочек оппозиции. Так что тут, я не знаю, мне кажется, что разумные люди вот там стоят, оппоненты Владимира Владимировича. Я их не вижу. Я только слышу по голосам. Они тоже прекрасно это понимают. И даже есть объяснение у них такое. Да, ладно, пусть это неконституционно. Хорошо. Но народ имеет право. Коррупционная власть от народа. Вот народ имеет право. Вот тут получили четыре года такой жизни, которую мы имеем с совершенно катастрофическими последствиями для украинской экономики для прав человека, для культурного регресса, для вообще возможности людей получать информацию так, какую они хотят и так далее. То есть это, ну для меня тут никакого нет вопроса. Не о чем спорить. А то, что президент, ну уже не первый раз, правда, мне эта ситуация сегодняшняя напомнила историю с содержанием Сахар-Швили. Это вроде как там с крыши снимали, а потом выпустили. То есть президент дает команду по-видимому, да, в итоге, или как сегодня, он пообещал, по-моему, еще в Мюнхене, что он придет на суд. На суд не пришел. Значит, ну неясна окончательная причина. То ли эти девушки, которых там раздевали в туалете, как бы помешали, я не знаю, тут, наверное, присутствующие знают эту историю, да? Да, мы рассказывали. То ли еще что-то. Президент отказался пойти, но лучше бы он вообще отказался от свидетельства. Потому что то, как он свидетельствовал, было отнюдь не пиаром для Порошенко, а было просто для любых меняемых людей, ну, в общем, поражением его в этом суде. Ну, что можно, как можно ответить или не отвечать? Ну, не отвечай. На вопрос о том, что тебя не было 6 дней. Ты был на Мальдивах, а президента не было на своем рабочем месте. Он был хакер. Так вот это чего? Как-то есть ответ? Ну, нет, никакого ответа. И мне, кстати говоря, хочется просто обратить внимание, что у нас работает такой замечательный адвокат, который может так хорошо готовиться к процессу, четко задавать вопросы, поставить в тупик и вообще дискредитировать и президента, и сам суд. Ну, как можно вообще такому суду доверять, что он решает? Виталий Фердюк, да? Это нехороший вопрос. Виталий Фердюк, да? Да, замечательный парень. Я думаю, что его карьера на этом не окончится. А что касается событий юбилейных, то они тоже прошли как-то так в отличие от того, что было там пару лет тому назад, когда люди все еще помнили, воодушевленно вспоминали свой эмоциональный подъем и так далее, сейчас это все превратилось в такую рутину, причем с какими вкраплениями как бы протестных акций против действующей власти. Понимаете? И действующая власть, в панике, сейчас придумывает, как же им, как же вырулить в этой ситуации настолько, что даже президент Порошенко решается на встречу с лидером оппозиции, имеющим наилучшие шансы победить Порошенко на выбор. Я вот фамилию не буду называть, но встречается, в чем-то обсуждает это. Это что вообще значит? Это значит, что вот люди, которые привели страну к этой ситуации, ищут способ спасаться, может быть, даже со своими врагами, для того, чтобы не допустить потери кресел. Потому что для того же Порошенко потеря должности это катастрофа. Это не просто, знаете, ну вот Кучма проиграл, я там Кравчук проиграл, ну и что, и живет себя прекрасно. С ним так не будет. Это катастрофа жизненная, поэтому, мне кажется, будет сделано все возможное. Кстати, сейчас ведется речь о том, что, может быть, провести выборы досрочные, парламентские. Пока президент Порошенко можно как-то повлиять, пока найти выборы, пока Запад не вынудил парламент проголосовать во втором чтении закон о пропорциональных выборах, а это, кстати, ключевой закон. Это вообще все, что может реально поменять ситуацию в стране. Так вот, пока провести по старому закону, провести своих мажоритарщиков и удержаться хоть в каком-то формате у власти, потому что иначе катастрофа. А вот эти вот ругаться, ну зачем, ну зачем вот эти вот крики, ну что вы кому можете доказать, ну всем все уже давно понятно. Спасибо вам большое. Вадим, я понимаю, что вы хотите ответить, не обижайтесь, сразу после рекламы вот мы с вас и начнем. Если можно, подойдете, вы будете... Закрыть тему, тут меня обвинили во лжи, вот полная цитата. Мне неизвестно решение Верховной Рады про прекращение полномочий президента Януковича. То, что сказала Лена, тут я извиняюсь, действительно, я эту фразу, может быть, не услышал. Молодец. Но дальше продолжение. Я про него не знаю, не по-моему, я как народный депутат, я не по-дату сам. Вадим, давайте мы вам сэкономим чтением. Давайте посмотрим, как это говорит сам. Давайте, если есть это. Есть сейчас, сам президент Параченко. Да, пусть скажет. А, вы видео готовы показать или просто саму цитату? мне невидимо решение Верховной Рады Украины про прекращение полномочий президента. Я про него не знаю и не проинформировал. Дальше. Подождите, подождите. Я, как народный депутат Украины, я не помню дату, 23-го, чи 24-го, да дальше можно уже час слушать. Лютого сам брал участь в голосовании в соответствующей постановой Верховной Рады Украины. Вот то, что начало... В этой постанове было зазначено. Спокойно, спокойно, дослушайте. Покласти... Это два разных документа. В связи с самоусунением президента Януковича покласти обовязки президента на выполнение обовязки на голову Верховной Рады Украины Александра Валентиновича Турчина. Про самоусунение не знал, но голосовал. Полная цитата звучит вот так. Правильно. Да, но только она просила это по-другому. О чем он и говорит. То есть он проголосовался на возложение обязанностей на Турчинова, а не за отстранение. Он сказал, мне неизвестно решение Верховной Рады Украины о прекращении полномочий президента. Я о нем не знаю, не проинформировал. Я как народный депутат Украины не помню дату, 23 или 24. Сам принимал участие в голосовании соответствующего постановления Верховной Рады. В этом постановлении было указано возложить в связи с самоусторонением президента Януковича обязанности президента на главу Верховной Рады Турчинова. Это два разных документа. Одним документом вы устраняете, а другим документом вы назначаете. Тут он говорит о том, что это один документ, в нем есть отсылка. Он не говорит, что это один документ. Дело на его цитаты. Вы говорили, что он не говорит. Ну все, извинился. Давайте идти дальше. Если можно, я хотел две темы. Первая. Это уже оставим. Да, очень коротко. Вот Андрей начинал говорить о нашем там, чем? Гражданском обществе. Правильно? Это называется сейчас Гражданском обществе. Подождите, а прозвучало то, что вот, а кто проплатил, а кто заставил. Вот я вам рассказываю конкретную историю. 21 ноября, мы там, в юридической фирме, я там после работы, после министерства, отмечаем там кое-какие мероприятия. Вы работали на кровавый режим Януковича. И тут мы читаем вот это вот. Конечно. Мы тут читаем вот это вот сообщение на ЕМА. Нам никто не платил, нам никто не звонил. Мы просто прочитали. И 20 человек сорвалось и поехали на Майдан. Вот таких вот групп людей было десятки и сотни. Никто никого не организовывал, никто никому не платил, поверьте. И когда увидели политики, в первую очередь Кличко, потому что он тогда еще надеялся, что он станет когда-то там президентом и так далее. У него были общенациональные какие-то амбиции. Он первый вышел, Яценюк там и так далее. Так что не нужно говорить о том, что проплатили там, заставили и организовали. Это первое. Вы опять путаете. Вы путаете организаторов и исполнителей. Не надо путать козлищ и овец. Это был спонтанный процесс. И второе. То, что сказали, революция закончилась и где же ваше архитанское общество? Оно никуда не пропало. Вадим, у меня вопрос совсем другой. Вы все уходите от очень важной темы. Но оно осталось. Вадим, вопрос в другом. Оно работает. Это был первый публичный случай, когда ЕС в лице своих представителей, основных министров иностранных дел завизировали документ и полностью отказались от любой возможности его имплементации. Это был момент, на котором оказались полностью подорваны любые возможности доверия между странами. Давайте... Я прокомментирую коротко. Смотрите, а знаете, в чем парадокс? Прошло 4 года, а до сих пор никто не сумел опротестовать и признать незаконными решения, вот те, о которых мы вначале говорили. О том, что отстранили Януковича, о том, что назначили Дурчиновой и так далее. Никто не подавал, никто не добился. Речь не об этом. Подписи министра иностранных дел... Опять же, речь не об этом. Вот это показало, что слова в Германии, обязательства, которые на себя взяли министр иностранных дел в Германии, Франции и Польше не значит ничего. Это значит, это беспрецедентный случай, когда международные соглашения публично... Так это не международные соглашения. А зачем они подписывали? Это не международный договор. Что они подписывали? По публике выполняки они не надо. Они подписывали счет в ресторане, значит тогда джентльменское соглашение они не исполнили. Никому. Они поставили свои подписи под чем? Это был гибридный текст, который не имел характера международного соглашения. Подписи они поставили. По чем? Гибридный текст. Это была попытка обойти политико-правовое решение, политико-правовой выход из тупика, из политического кризиса, который действует о чем? Каждая подпись это обязательство. Какие обязательства на себя не обеспечили исполнение обязательств? Они могли не признать элементарии. У них не было инструментов. не было инструментов. Они могли не признать переворот, потребовать от восставших, которые схватили власть, восстановление на кое-чего права. Никому не надо решать, как можно заменжать. Это очень просто. Тогда есть статья. А это было нереально. Это было нереально. Кремль почему не потребовал? Кремль не подписывал бумагу. Как сказал Господин Лукин. Потому что он не верил. Лукин сказал, что он не верил в политическую волю ни одной из сторон. Он поэтому не понимает, что он не может брать на себя обязательства, не подписал. Это обозначает, что французы, поляки и немцы взяли на себя энные обязательства. И их не выполнили. Кстати, я вот посмотрел это видео, я вспомнил замечательный фильм Говорухина «Место встречи» из Митинеза, там когда это кирпича поймали в этом, в троллейбусе. И он тогда, ты что, у тебя приятель сумасшедший, чтобы я сам себе с полу срок поднял, что ли? Вот это Порошенко... Ничего не помню. Натальник, срок не ты. Вот Порошенко здесь буквально сказал, у вас этот адвокат судей сумасшедший, что ли, чтобы я сам себе срок, что ли, здесь поднял? Он поэтому говорит, не, снимал не я. Я вообще не знаю, как его сняли. Я 23-го прихожу в Раду, и не помню точно. А Януковича нету. А мне говорят, а нельзя же президента? А я говорю, ну да, нельзя. Давайте Турчинов поисполняет. Давайте. Я проголосовал. Ну вот, что сказал ваш президент. Я главное, не помню точно когда. Точно когда не помню. И главное, к устранению я не имел вообще никакого адвоката. Вот чтобы все запомнили, что я... А вы помните, я тоже не помню. А вы голосовали за отстранение? Не, я смотрел тогда, читал все. Короче, друзья мои. Как вы, Владимир Семенович, вы, вы, значит, память моя однобокая. Понимаете, в чем дело? Вот это, вот то, что тут сейчас произошло, это продолжение этого Майдана, этого Найема, этих штанмайеров с Сикорским и французами, что имя никто не помнит вообще на самом деле. По делу, по делу на самом деле, понимаете? Ну вот троих. Вот это все продолжение обмана. Когда выходит Порошенко и говорит, я без сознания был. Я не помню, как устранили Януковича. Но здесь помню, здесь не помню. Но потом очнулся, Януковича нет. Я проголосовал за то, чтобы был Торчкинов. Вы понимаете? Помните, это был какой-то старый советский фильм, где обращается, ты же был богат. Ты был очень богат. Куда делись деньги? Ты пил? Ты сильно пил? Я? Я помогал? Я воролся с большевиками? То есть у Порошенко какой-то такой заход. Ну вы сейчас насмехаетесь. А что? Это что, речь президента? Как может, как может, человек, четыре года назад, принимавший участие в государственном перевороте, в результате этого, узурпировавший власть, на полном серьезе говорит, я не понимаю, как отстранили от власти предыдущего президента, человек, который имеет доступ ко всем документам на протяжении четырех лет, человек, который взял на себя ответственность почти за 40 миллионов человек, валяет Ваньку, ведет себя так, как не может себя вести руководитель страны? Ну, они пусть валяют Ваньку, они вообще-то на самом деле, вот начиная с 13-го года и даже несколько раньше, они все время там валяют Ваньку. Гражданское общество, политический класс, политические партии, олигархи, они все там валяют Ваньку. Это придет только к одному, там ничего не останется от страны. И самое ужасное, от людей ничего не останется. Вот до чего они доведут. Ну, разберетесь, 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 все. Вадим, Вадим, не ваша очередь сейчас говорить. Не ваша. А вы мне рассказали. Вот, понимаете, в чем дело? Они разберутся, доведутся, все будет у них хорошо. Я даже с этим не спорю. Один существенный момент есть на сегодняшний день, и он на самом деле важен. Вот то, что произошло в этой самой, в Мюртенгенской конференции. То, что Германия и Франция отказались демонстративно участвовать в переговорах в нормандском формате. Они сказали, мы больше во всем этом участвовать не будем. Есть у вас... Конечно, нагадили, а убирать не хотят. Подождите, тоже плохо соображают. Лучше поздно, чем никогда. Вот есть Волкер, есть Порошенко. Параллельно, они же понимают, что произошло. Их не только прокинули с 21 января, 4 года назад. Их прокинули с январем... Февраля. Февраля. Их прокинули еще и с Минскими соглашениями. Сечин, да, Павел Шум? Если там... Лютый. Лютый. Лютый, да. Февраля, лютый, сечиня, январь. Так вот, Меркель поставила свою подпись под Минскими соглашениями. Оланд, был такой замечательный президент, поставил свою подпись под Минскими соглашениями. Они не подписали, они приняли декларацию. Нет, нет, нет. Там стоят... Да, и время. И господин Порошенко сегодня тоже поставил подпись под законом о реинтеграции, который поставил этим законам нахрен и Меркель, и Оланд. Нам с вами, как... Носителям российской политической культуры действительно не очень просто понять, что такое гражданское общество. А это как, знаете... А разве вы не были части... Мы это уже не читали, как вы его... Андрей, Разве мы не были с вами частью гражданского общества, который в конце 80-х годов поставил конец на жуткой коммунистической тирании? Разве это не было то самое? Жуткой коммунистической тирании поставил конец, по-моему, второй съезд депутатов, отменивший шестую статью Конституции СССР. Но разве не было гражданского общества на площаде? Разве вы не рассказывали все 90-е годы? Вот оно тогда должно было родиться. К сожалению, оно тогда родилось и уже умерло. И теперь нам рассуждать о том, что произошло в Украине, это, знаете, как Евнухам про женскую баню. И вот сейчас... Я вот скажу вам честно, вот логику Евнуха я никогда не пойму, а о красоте женского тела готов говорить. Как раз это... Вы можете работать в этом Киевском суде, который сегодня девушек пропускал. Я могу работать в любом суде. Я согласен. Так вот, господа, гражданское общество – это общество субъектных граждан. К сожалению, граждане и население – это две большие разницы. Вопрос о том, был переворот или не был. Фамилия у субъектных граждан есть? Есть. Но их никто не знает, да? Их все знают. Вы раздаете теперь право. Вот ты субъектный гражданин, и ты гражданское общество. А ты не гражданское общество. А тетушки – это гражданское общество? Тетушки, это зависит от ситуации. Гражданское общество... Сам по себе Вадим Тетушка, от которого он раскаялся, он стал частью гражданского общества. А например, когда Донецкие и Луганские сопротивлялись нацистскому перевороту, это гражданское общество? А восставшие Крым, это гражданское общество? Это бандиты. Или гражданское общество, это то общество, которое живет на деньги Нуланд и ее друзей. А в Альмуре вчера бандеровский флаг поднял гражданское общество? Я не видел это. Опять не видел. Вчера подняли на горсовете Львова два флага теперь. И что? Значит, вопрос о том, насколько действия были легитимны, вопрос на самом деле сложный. И мне кажется, что... А чего сложный? Я думаю, потому что это реально очень сложный вопрос. Чем? Потому что тогда была ситуация... Почему крайняя необходимость? Тогда людей расстреляли на Майдане 53 человека. Кто? Кто расстрелял кто? Там много было стреляющих. Кто расстрелял-то? Как минимум 20 человек было расстреляно. Выстрелы производились из места, где была рота садовника, так называемого. Не доказано даже близко. А то гражданское общество было убито. Четыре человека правоохранителей 20-го числа, если я правильно говорю. Хочу напомнить, а ваше гражданское общество начало с убийства, когда людей заживо... Не помните, сгорели люди заживо. Это ваше гражданское общество жгло? Нет, это население. Это кто был? Это было субъективное гражданское общество. Как раз в таком вопросе точку может поставить только Конституционный суд. Но российская власть, российское государство не считает это государственным переводом. Владимир, вранье! Владимир, вы задали хороший вопрос. Вранье! А вы представитель государственной власти российской? Спасибо, понял. Пока нет. Владимир, вы задавали хороший вопрос, я все-таки хочу на него ответить. Под чем подписывались европейцы? Они подписывались действительно на чеке по тризне по Украине. Четыре года доказали, что кровавыми действиями, насилием, беспределом, государственными переворотами настоящее правовое государство, где человеку жить комфортно, гражданину жить комфортно невозможно. И хотелось бы все-таки закончить сегодня на позитивной ноте. Сегодня четвертая годовщина государственного переворота. Гражданское общество у нас либо в изгнании, либо сидит под тюрьмом. Сегодня был вынесен позитивное решение суда, выпущено на свободу, хоть и под домашний арест. Два журналиста, Василец и Тимонин, которые получили 9 лет за якобы какой-то интернет-канал, недоказанное действие. Но люди могли и рисковали своей свободой, они уже почти три года просидели, они могли сидеть 9 лет. Сегодня, благодаря виртуозной работе адвоката, вот эта часть гражданского общества, наконец-то, вышла на свободу. Эрик Фурнье зовут французского дипломата, который поставил подпись под этим документом. Да, гражданское общество, Андрей, хорошую тему затронул. Я помню это гражданское общество. Я тоже, мне денег не платили, я пошел поддерживать Майдан абсолютно спокойно. Дело в том, что сегодня Украина находится в таком провале сильном, с точки зрения психологии, это псевдозона комфортности. Им комфортно иметь войну определенным кругам, комфортно иметь врагом Россию, потому что, если все это закончится, нужно заниматься внутренними проблемами. И гражданское общество сегодня, оно тоже находится, то, которое зарождалось в Украине, оно находится в определенном замороженном состоянии. Ему подменили его гражданские, его самые лучшие порывы, подменили, дали врага, дали ненависть, дали кровь, дали боль историческую, все, что хочешь, дали. И подменили, подменили очень сильно. Человек стоит, что-то доказывает, между собой, отрицает иногда очень часто, отрицает того, что есть внутри проблемы Украины. Все время выносится сразу разговор. И вы, Андрей, тоже пробуете унести разговор в сравнении с Россией. Украина погрязла в этой псевдокомфортности. У нее нет сегодня энергии выйти из нее и снова смести вот эту новую бандитскую власть. В принципе, Владимир Владимирович, вы сказали то, что я хотел сказать. Во-первых, я хочу сказать, я хочу напомнить, как лидеры Майданов и лидеры этого гражданского общества называют на Украине это самое гражданское общество. Биомасса. Мы знаем, кто это определение придумал и знаем, в отношении кого. Вот так на самом деле Юлия Тимошенко так в 2004 году назвала биомассой вот то гражданское общество, в кавычках опять-таки, которое кричало там на Майданах. Вот так относятся те, кто собирают это гражданское общество на деньги, в том числе западных посольств. Да, они выходят, как биомасса туда, что-то там кричат, голосуют за свержение Януковича и думают, что они принимают решение. Но при этом обратите внимание, как сразу заявили. Вот вы верно сказали. В Донецке, в Крыму, в Одессе, в Харькове люди, видя, что им навязывают незаконную власть, вышли на улицы. Никто не собирал. Никаких посольств там не было. Никаких денег не было. Никаких наемов не было. Вышли вы кадры, посмотрите. А с какими флагами? Тысячи людей вышли на улицу Артема в Донецке тогда и скандировали «Россия». Как в Киеве скандировали под чьими флагами? С российскими? А подождите, а в Киеве под чьими флагами? А откуда взяли? А в Киеве под чьими флагами? Из России принадлежали. Так вот, и скандировали. Так вот, и заметьте, и в Донецке, и в Крыму делали калькус событий в Киеве. Абсолютно так же занимали административные здания, сделали все то же самое. Но они, видите, они население. Почему? Потому что они вышли с лозунгами, которые не нравятся либералам, либералам. Поскольку вот когда люди выходят и говорят то, что хочет Акара и его коллеги в России, это гражданское общество. Но как только выступают против них, нет, это население в Беломассе. Вот что очень важно запомнить и российским гражданам. Когда их вот такие же люди призывают к такому насилию и нарушению закона. Вот когда закон приступают, эта черта переходит за рамки закона. Вот тогда это уже не гражданское общество, а бунт-переворот, в котором нужно относиться. Когда мы прервемся на небольшую рекламу. После нее в студии вечера лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Вот как раз о сути и смыслах сегодняшнего времени будем говорить. Вы так кричите, а правда-то она простая. Террор это то, что сейчас. Нарушение прав СМИ это то, что сейчас. Безудержная коррупция это то, что сейчас. Но теперь у вас язык в одном месте. Потому что из американского посольства вам не дали команды вашему гражданскому обществу сносить эту власть. Поэтому уж давайте не лукавить. Реклама Запад болен русофобии. Для Прибалтики, Польши и Украины ненависть к России и всему русскому становится чуть ли не смыслом существования. Что можем им противопоставить мы? Как себя вести в условиях все большего давления? Приспосабливаться или создавать некий автономный мир? Сергей Иванович, каждый раз, когда выступаете, говорите. Я знаю, что это не только высочайший интерес аудитории, но и бурная ненависть у врагов. Они каждое ваше слово потом раскладывают, пишут статьи, переживают, нервничают. Поэтому был грех вас не пригласить. Сергей Иванович, что это за тенденция? Что происходит? Сергей Иванович, куда бежит в этой своей страшной ненависти к России и Запад? И почему эта ненависть? Ну вот есть вещи, которые достаточно очевидны уже, потому что они существуют в классических стратегических документах Соединенных Штатов. Когда сказано, что Китай и Россия – это ревизионистские страны, страны, проводящие некую ревизию, то нужно просто вдуматься в глубину этого термина. Что значит ревизионистские страны? Владимир Иванович, вы понимаете? Я нет. Я не понимаю, что такое ревизионистские страны чего? Значит, есть некий порядок мировой, да? Если, например, Китай будет производить втрое больше, а США вдвое меньше, то попытка Китая, чтобы его валюта была первой – это ревизионизм? Абсолютно, конечно. Значит, ревизионистский порядок – это любой порядок, правомерно посягающий на гегемонию США. Правомерно, просто по факту экономического перераспределения сил, любого другого перераспределения сил, падения мощи США. Всё, что связано с перераспределением сил, есть ревизионизм. Это конец истории, да? Буквально, это не вкуямы вам. Это всё. Вот мы у власти стоим, и никогда никому и ничего. Вот мы вот здесь существуем для того, чтобы ничего не менялось в мире, а каждый, кто посягает на этот мир – ревизионист. Это страшный документ. Это не отдельные слова отдельных корреспондентов, это не отдельные слова отдельных экстазников. Это, на самом деле, объявление войны. И есть же уже много людей и на Западе, и у нас в России, занимающих официальное положение, которые говорят, что это хуже, чем холодная война. Потому что холодная война – это было удерживание паритета. А здесь объявление это ревизионизмом – это требование. Отдайте Крым, уйдите с Донбасса, верните в той экономической модели, которая была, верните там всякие ювенальные юстиции, всё. Отступите по всем фронтам. И тогда, может быть, мы что-нибудь вам простим. Они прекрасно понимают при этом, что отступление по этим всем фронтам невозможно. Без полного краха политической системы, значит, хаоса в стране. И они этого требуют. Есть люди, которые говорят, ну а может быть отступим и тогда смилуются, и тогда как-нибудь мы уцелеем. Вот дальше я начинаю говорить то, по отношению к чему нет никаких официальных документов. Но мне это кажется очень важным сказать, потому что я знаю, что это действительно так. Россия кажется, что если она захочет жить как все, то тогда ей дадут жить. А это страшная ошибка, причём ошибка естественная, потому что люди совершенно не понимают, а почему они не могут жить так, как, неважно, Дания, Турция, Италия или кто угодно ещё. Жить в своём национальном мире, ограничиваясь своей территорией, ничего никуда не выпендриваясь, не навязывая никому никаких мировых целей. Жить не по-советски, когда говорили, что мы флагман, мы плывём там в великое будущее, а вот просто как все. Людям казалось, что если они умолились до того, что они будут жить как все, то тогда-то им точно дадут жить. Вот всем дадут, а им нет. Вот эта страшная истина не приходит в голову. А я спрашиваю, а с каким-нибудь ещё языком мира сейчас обращаются, как с русским? Вот не с каким. А какой-нибудь народ так демонизирует? Нет, ведь речь уже идёт не о демонизации Путина государства. Народы языка уже всего вместе. Это значит, что капкан, он всё больше и больше смыкается. Да, он становится всё более и более плотным, беспощадным и окончательным. Значит, когда говорят, а вы уступите, а вы смягчите и так далее, говорят, вот вы чуть-чуть смягчите, потом ещё, потом вы подойдёте к краю, потом возьмите камень, повесьте на шею, утопитесь. Это и есть перестройка. Когда говорят, давайте ещё мягче, давайте ещё мягче, а уж когда вы уступите, так мы вас возлюбим. Ну и как возлюбили? До сих пор это страшная истина, согласно которой ведь, а что говорилось-то во время перестройки? Сейчас мы ликвидируем Варшавский блок, и те, естественно, ликвидируют НАТО. Какое НАТО? Зачем? Они же не смогут его оставить. И будем все жить, как в раю. Кто-нибудь ликвидировал НАТО? То есть вот эта беспощадность окружающего мира и особое отношение к России не чувствуется. Серёж, почему? Вот почему Россия? Вот, вот. У меня по этому поводу есть некая точка зрения, выстраданная за несколько десятилетий, разговоров, в том числе и в каких-то кругах мировой общественности, которыми я абсолютно не ищу, что и которыми я разговор веду всегда. Россия – это единственный альтернативный Запад. Вот единственная страна, которая входит в Запад и при этом является альтернативной основному классическому Западу – это Россия. Ведь всегда есть огромное заблуждение, что был единый Запад. Античная Греция, античный Древний Рим – это два разных Запада. Византия и Западный Рим – это два разных Запада. Русский – христианская страна. Когда я говорю «русские», иногда начинают кричать, я говорю то, как нас всех называют. Нас всех называют «рашен». В советское время называли и так далее. Мы все всё понимаем. Союз Нерушимый Республик Свободных сплотила навеки Великая Русь. Так вот, смысл здесь заключается в том, что русские – это страна христианская, но не католическая и протестантская, то есть основного Запада, альтернативная. Коммунизм – это западная идеология. Взять маркс, марксизм – это классический, но это альтернативная капитализму идеология. Россия всегда занимала место альтернативного Запада, то есть альтернативного исторического мира. И даже русский коммунизм альтернативен тому социал-демократическому течению, которое уже существовало потом в Европе. Конечно, ну Ибергяев об этом писал банально довольно, но можно глубже рассмотреть этот вопрос. Но он это писал для западного читателя, ему нужно было разжевывать какие-то декабристы, чернышевские и всё остальное. Значит, смысл здесь заключается в том, что поскольку западный мир основной, с историей уже не знает, что делать, заявляет о её конце и обо всём прочем, то единственным историческим народом в этом смысле оказываются русские с их представлением о альтернативном будущем, с их представлением о целостности, с их представлением. У русских очень много представлений, которых нет у других. Вот западный мир научился как прогресс техники осуществлять, а человека не развивать. Более того, даже сказать, он греховен, давайте используем эту греховность во благо, протестантизм. А русские всегда говорили, что так делать нельзя, нужно развивать и человека, и технический прогресс. Теперь пришли к моменту, когда технический прогресс неуправляемый развивается, а человек остановился. Это называется ножницы. Это глобальная катастрофа антропологическая. Для того, чтобы её избежать, нужно перейти к модели развития одновременно производительных сил и человека. А запад к ней перейти не может. Запад совершенно не имеет ответа на вопрос, что делать, если завтра уровень развития производительных сил будет таким, что Китай и Индия просто мягко потребуют по экономическим результатам, что у них было то, что в Америке коттеджи, по две машины, бензин, электроэнергия. Что делать с миром? А как не дать им всё это? Запад стоит на точке, когда у него уже нет никаких мировых ответов. Сергей Иванович, если мы говорим о том, что у российской цивилизации есть это возможно, если люди задают вопрос, а где образование? А где тот уровень медицины, на который смотрел бы весь мир и говорил, мы хотим, как и русские? Где уровень жизни, при котором они бы говорили? Вот смотрите, русские молодцы, и уровень жизни, и уровень развития. То есть, как нам достичь такого уровня рассвета, когда наша альтернативная, если угодно, история будет путеводной звездой для других народов? А подо что сделать? Вот то, с чего я начал. Надо понять, что не смогут и русские стать как все. И не дадут им, не позволят это сделать. А мы можем быть не как все, а лучше? Да. Да. Мы можем быть другими, лучше и хуже. Медицина Семашка, это другая медицина. Это не та медицина, которую пробуют делать. А теперь, ах, она советская. Но возьмите лучшее, что было в СССР. Что же вы, ради того, чтобы, так сказать, встать, как они, начали разрушать все лучшее, что есть у вас? Что такое советское образование и советская культура? Ну, в их сталинском и постсталинском варианте, не будем говорить о 20-х годах. Это продолжение великой русской гимнадической традиции. Нет, это они взяли дворянскую культуру и дворянское образование и отдали всем. Всем и бесплатно. Это же колоссальную нужно было смелость иметь, чтобы это сделать. Поэтому, конечно, это образование имело все шансы стать лучшим в мире, потому что оно было альтернативным образованием. Оно не было западным образованием. Я много раз уже цитировал, там, Эптон Синклер был такой, сейчас, наверное, никто не помнит, американский писатель. Американцы уже не помнят. Который, там, Лани Бетт жил во Франции, а экзамены должен сдавать был в Америке. И ему репетитор говорит, вы только не рассуждайте, как во Франции. Знаете, американский экзаменатор, если вы ему скажете, что трагическая есть основа греческого мировоззрения, он подумает, что вы его мистифицировали. Вы скажите, в каком году жил Аристотель. Все, на этом все. Понимаете? Это другой тип образования. Вот это широта. Я вспоминаю своего друга, который, так сказать, ну, приехал из Советского Союза в Израиль, там ему спрашивают, слушай, говорит, а где более тепло в бане-то, там, на верхней полке, на нижней? Он говорит, понимаешь, поскольку пар идет наверх, то наверху более горячо. Ему говорят, ты не слушай, что там про пар, это фигня все. Русские знают, где в бане горячо. Раз он говорит, там горячо, значит, там горячо. То есть это вообще делали что-то другое. Советский человек, человек с широким кругозором. Вот эти колоссальные очереди на фильмы Феллини, Антониони и так далее, это не мелочь. Вот этот советский образ жизни не мелочь. Не надо было копировать все. Не надо было, так сказать, зажимать там эту частную инициативу и так далее. Не надо было планировать каждый винтик и каждый пирожок делать государственным. Но все лучшее, что было, надо бережно взять и начать развивать. Тогда бы был альтернативный образ жизни. Но ведь что же шло? Бессмысленная демонизация, огульная всего. В чем Семашка виноват? Предположим, что в 1937 году погибли многие, включая моего деда. В чем виноват Семашка? В чем виновата советская наука, которая была построена совершенно иначе? Нет, нет, фантастическое желание, давайте будем как все, давайте будем не выпендриваться, и тогда нас не тронут. Теперь показано, что только тогда и тронут. Значит, возникает 4 варианта. Отступать дальше, смягчать, все, есть желающие, да? Это смерть. Гибко маневрировать, как сейчас пытаются. А мы подадим в суд, а мы сделаем тот. Если все уже знают, к какому результату ведут, то сколько ты не маневрируй, ты там находишься, так сказать, в чужой игровой системе, которая хочет, чтобы ты проиграл, да? Начинать жестко отвечать и, наконец, действительно, становиться альтернативным центром мировой силы. То есть, выходить на ту позицию, с которой ты будешь задавать правила игры. Ты, по крайней мере, будешь конкурировать за правила игры. Потому что пока они задают правила игры, как ты с ними не играй. Кем ты не будь. Ты хочешь считать себя крупной фигурой, ты хочешь считать себя мелким игроком или крупным. Ты должен быть только хозяином игровых правил. The matter of the game. Вот когда ты хозяин игровых правил, тогда у тебя останется и возможность что-то делать с человечеством, выручать его. И возможность выжить. Здесь возможности спасения человечества, блага и выживания совпадают. Но надо отказаться от одного. От этой попытки стать как все. Эпоха приспособления закончилась. Она закончилась в этом году. Все, что связано с попытками России приспособиться, скромным образом вписаться и все прочее провалилось. Сейчас огромное количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы это продолжалось. Говорят, да это не совсем провалилось. А мы вот здесь сейчас зайдем таким там и сделаем. Это все мелкие маневры на фоне стратегического конца. Этот конец надо признать и сказать, это не вышло. Так давайте же делать то единственное, что можем, от чего от нас ждут. Русские великий народ с точки зрения науки, техники, культуры, театра, кино и всего остального. Но ждут от них новых путей для человечества и новых смыслов. Всегда считалось, что это их производство. Я говорил тоже, что встретился в Индии, там был очень крупный контртеррористический форум, и были там первые лица. И все, и там ко мне подошла молодая женщина, совсем индийка, в очень аристократическом саре. Я уже умел отличать высшие касты, в каких саре ходят. Ей было лет 28, она сказала, скажите, пожалуйста, говорят, что вы хотите восстановить СССР. Я говорю, нет, ну не прямо один к одному, мы хотим его сильно исправить и все. Я говорю, а почему вы об этом спрашиваете? Ей 28 лет. Она говорит, потому что я не могу, не могу жить и знать, что Советского Союза не будет. Она упакована, как у нас сейчас говорят, великолепно, она в высшей касте. Она корреспондент крупнейшей индийской газеты, ей 28 лет. Ко мне подходит вьетнамец и там начинает рассказывать, а вот я учился в Губкинском, а вот там, а кто вы, а вот вы политолог, я вас знаю. Потом объявляется, это все бизнес-класс, объявляется, что пора на самолет, он говорит, какой-то страшный сон. Мы сидим в бизнес-классе, я руководитель крупной нефтяной компании, вы политолог, а Советского Союза нет. Что вы наделали, что вы наделали? Но его уже нет много лет. Да, так его нет. И даже второе, что очень важно, что любое восстановление того, что рухнуло, есть глубокая ошибка. Нужен новый проект, который бы все это лучшее бы вернул на основе простого понимания. То есть вы считаете, что ненависть к современной России, к русскому языку, к русской культуре, к нашей победе в войне, которую пытаются аниелировать, это страх перед возможностью вот этого нового проекта? Страх перед внутренним европейским конкурентом. Страх перед тем, что вы не китаец, вы опаснее китайца. И не важно, кто вы по этносу и что. Вы русский, и вы опаснее китайца, потому что Китай чужой, это не опасно. Индиец чужой, это не опасно. Африканец чужой. А это свои и другие. Вот эти свои и другие яростно ненавидимы за это. А они этого даже не понимают. Ну вот спутник сегодня очень интересно опубликовал опрос западного мнения, является ли Россия частью Европы. И выяснилось, что все-таки считают нас частью Европы. В Польше большинство чуть больше считают западной Европой, чем не западной, а просто Европой. Чуть больше считают, что Россия в Европе немцы, а вот французы и англичане отказывают нам в этом праве. То есть там идет, видно, и такая хитрая тенденция. То есть выгнать Россию из Европы. Каким ты хочешь стать Востоком? Востоком Ксеркса или Христа? Мы Европа, но мы другая Европа. Мы абсолютно другая Европа. И это возникло безумно давно. Мы наследники Домитридата, Греции, Византии. Ну просто сказали же Третий Рим. Это другая Европа. Ничего для этого Запада нет страшнее, чем вдруг появляется другой. Потому что тогда он вынужден его признать и сам сойти с исторической сцены. Потому что он не знает, куда двигать историю. Тогда он должен признать, что альтернативный Запад будет двигать вперед историю. Боятся русских именно потому, что у них огромный внутренний потенциал. Они его с себя не снимут. Любая либералка, молодая девочка, поскреби чуть-чуть, там будет мессианство это русское. Это неистребимое. Это тысячелетие. Это другой язык. Другая культура. Другой воздух. Другое представление о благе. О справедливости. И слава Богу, что другое. Если оно вернется, разговаривать будет гораздо легче, чем с позицией, что мы такие же, как вы. Потому что они не идиоты. Они учуют, что мы другие. Когда это будет признано, диалог гораздо больше возможен, чем на основе того, что говорится не то, что есть. Не то, что есть. Вот это попытка. Новые русские, да? Меня там спрашивают иногда. Скажите, пожалуйста, вы, русские, это еще римляне? То есть советский имперский народ? Или это уже итальянцы? Так римляне, римляне. Никуда не делось. То есть римляне, и не только это поколение, вот я руковожу этим движением суть времени, а 20-30-летние ребята. Все они римляне. Они даже большим боготворением смотрят на этот Советский Союз, чем комсомольцы 83-го года. Но при этом они смотрят и в будущее. В будущее. И абсолютно не желают повторить один к одному. Да, а какая у них идеология? Вот ведь они боятся зачастую, там, западники, с какой идеологией мы придем. Не скатимся ли мы, к сожалению, в традиционную русскую колью тоталитаризма. Не начнем мы опять уничтожать сами себя. Ведь и этого опасаются. К сожалению, и этот опыт нашей истории есть. У нас этот опыт есть, как и у других. Даже не знаю, у кого его нет. Министр полиции Фуше занимался при Мерополеоне Бонапарте таким тоталитаризмом, что мама не горюй. И многие еще другие. Все, о чем сейчас можно говорить всерьез, это советский незадействованный потенциал. Не тот, который был задействован, а другой. Были великие страницы в великой советской истории, но был незадействованный потенциал. Вот у меня были знакомые, которые работали с Луначарским. Луначарский выступал на совещаниях, как говорил. Сегодняшние деятели культуры. У вас осталось 10-12 лет. Вы можете писать, все будет хорошо. А потом все кончится не потому, что мы с вами будем плохо к вам относиться, а потому что придет такое поколение, мы сделаем такое, что средний уровень человека будет ГТ. Все будут как ГТ и выше. Вот эта страстная мечта о раскрепощении и пробуждении высших творческих возможностей в каждом человеке, вот эта страстная мечта о вот таком восхождении человека, это и есть гуманистический коммунизм. С демократией сочетаемый, со всем. Наоборот, наоборот, если этого не будет в мире через 30 лет, 80-90% людей станет лишним при росте производительных сил. Что с ними будут делать? Их будут уничтожать, как лишних кур. Единственная возможность действительно двигаться вперед, это понять, что человек это звучит гордо. Вот когда говорят, либералы говорят, по большому счету, человек это звучит скучно. А потом фашисты говорят, человек это звучит страшно. Так вот, сказать, что человек это звучит гордо и противопоставить, но не израсходованный потенциал советской традиции, а новый потенциал, это единственная надежда на успех. Спасибо, Сергей Иванович. Сейчас реклама, а после нее американцы признают, что мечтают чужие выборы. Для нас это не новость. Ну и как собираемся себя защищать? Спасибо. Америка вышла на новый уровень цинизма. Нью-Йорк Таймс опубликовала статью с признанием, не только Россия вмешиваются в чужие выборы, но и США. Главное вот публикация, то, что можно Америке, нельзя России. Потому что, цитирую, ставить Америку и Россию в один ряд, это как утверждает, что полицейские бандиты одинаковы, потому что у тех и других есть оружие. В 81 раз США влияли на избирательные процессы в разных странах после войны и до 2000 года. Потом, естественно, не остановились. Зато стали работать широкими мазками. Начались цветные революции. Сегодня вводят они против наших граждан санкции за якобы вмешательство в свои выборы. И пытаются влезть в наши. Бойкот голосования, работа с оппозицией, информационные вбросы. Это всё идёт, создаются такие фабрики троллей, работающие на наших границах, и не скрываются суммы денег, которые выделяются. Я уже не говорю о более чем странной активности разных СМИ. Я уже не говорю о многих гражданах, которые когда-то были нашими, а сейчас сидят в центрах за пределами России. И откровенно, просто как по методичке, вот можно проследить, что у кого, где появляются. Но мы себя ведём как-то очень мило и интеллигентно. Зачем такая интеллигенность? Можно я с вас начну? Так как мы именно от вас ждём решительных шагов. Но только по закону. Мы люди цивилизованные. Когда Соединённые Штаты только появлялись, у нас уже большой театр был, как вы знаете. Они ещё учатся жизни. Они такие, знаете, дикари с атомной бомбой. И к этому, к сожалению, приходится, ну не то чтобы привыкать, но это надо иметь в виду. Но если эти дикари с атомной бомбой построили самую большую экономику в мире до сих пор, построили вооружённые силы, которые нравятся нам или нет, но являются одними из доминирующих, то значит не такие уж они и дикари. А дикари это не в смысле... Нет, у них же золотая мечтает заработать миллион и стать президентом. Всё остальное к их духовному миру не относится. Вот вы, видно, давно не были в Америке. Нет. В Америке мечта найти у того, кто заработал миллион, поддать на него в суд и отсудить его миллион. И получить-таки миллион всё равно. Всё равно, я поправлюсь, получить миллион. Кстати, Владимир, знаете, вы тут говорили, что они 81 раз. По нашему учёту 102 раза, если до этого периода, до 2000 года. А если по настоящее время, с 1946 года, то 120 приблизительно раз, 60 стран. Так что у нас учёт более точный, чем у них в этом отношении. Мы всё помним, всё фиксируем. Но дело ведь не только, чтобы зафиксировать. Вот я полагаю, что в течение 2018 года нам действительно надо очень серьёзно поработать с нашим законодательством. Что получается? Статья 3 основ нашего избирательного права, она именно и запрещает участие в любых формах иностранцев, за исключением официальных миссий наблюдателей. Но санкции по этой статье никакие не предусмотрены. То есть, грубо говоря, если кто-то нарушает закон из иностранцев, вот этот самый, то мы можем сказать, вы знаете, вы нарушаете наш закон, и всё. Закон нельзя поменять задним числом. То есть, в период этих выборов это сделать нельзя. Но мы уже выявили на нашей комиссии вот те рубежи, которые обязательно должны быть закрыты. А почему нельзя просто впрямую объявить, что вот через эти средства идёт попытка иностранного влияния на Россию? У нас 28 числа будет оглашён открытая часть доклада, мы вот конкретно всё-всё-всё вот это... Фамилии будут названы? Частично да, но вы знаете, есть такие фамилии, которые, ну, скажем так, ну, мне что, всех конгрессменов Соединённых Штатов называют? Не-не, меня интересуют не конгрессмены, меня интересуют конкретно те люди, которые здесь работают по указаниям и методичкам. Вы имеете в виду российских граждан? Ну, конечно. Конечно. Но потому что, как это сделали американцы, когда они говорят, вот эти люди вмешиваются в выборы. Я хочу понять, кто вмешивается в российские выборы, используя иностранные деньги и де-факто выполняя задачу, поставленную иным политическим руководством. Я хочу обозначить. Я могу сказать одно. Майкл, вы один из них. Да, фамилии есть. Я очень хочу обозначить. Есть и презумпция невиновности. Вот что я могу обещать, вот мы уже договорились об этом со всякими разными нашими партнёрами, потому что здесь центральная избирательная комиссия, тут много чего есть. Некоторые из тех, кого хотелось бы назвать, они так или иначе являются фигурантами выборного процесса. И объявление этих материалов в процессе вот этого самого проведения... Я не понял, что значит они являются фигурантами избирательного процесса? Ну, кто-то где-то при каких-то штабах крутится-вертится, кто-то где-то у кого-то... А разве российский избиратель не должен знать? Если в нашей действующей избирательной кампании работают люди, которые напрямую аффилированы политическими структурами Запада... Наш избиратель, конечно... Обязан это знать? Обязан знать, но у нас закон всё-таки не дикий, я уже говорил, да? А в чём дикость такого закона? А вот дикость в том, что вот... Что применяют против нас? Допустим, у них нет презумпции невиновности в отношении России. Мы виноваты просто потому, что мы русские и живём в России. Вот вы начинали с этого, вы говорили, у Америки было специальное постановление первого, кстати, вашего прокурора Соединённых Штатов Америки. Он сказал, есть свободные граждане, обладающие всеми правами, а есть иные физические лица. Оказалось, это рабы на всякий случай. 20% американского населения. И тогда уже с тех пор американская эфемида различала... Больше ещё женщины там... Да, да, потом женщины. Ну, женщины получили свои права, как вы помните, случайно позже. Но, тем не менее, они сегодня градируют мир на три части. И они считают, что это правда. Нет, нет, подожди, я ничего против не имею. Я же не говорю их арестовывать, сажать. Я говорю информировать. Общество должно знать. Человек говорит, что я занимаюсь российскими, не знаю, там, гражданами, а на самом деле он выполняет задачи и существует по методичкам и деньгам из-за рубежа. Общество обязано об этом знать. Это не категория их посадить, это не категория их лишить возможности работать. Но общество должно быть проинформировано. Иллюстраторных агентов. Конечно. О чём я и говорю. Это мало. Это мало, если он не работает. То есть надо информировать. Дальше. Очень важно, что законно действует в отношении юридических лиц, то есть в отношении компаний. А Владимир, насколько я понимаю, спрашивает про физических лиц, про конкретных людей, которые действуют по заданию и на средства иностранных граждан или институтов, которые действуют при иностранных гражданах. Этого на сегодня в нашем законе нет. Это обязательно должно быть. Я почему-то, потому что ведь американцы сделали как? Они же назвали 13 человек, которые, как они считают, вмешиваются в выбор. И три организации. И три организации. Но они назвали физических лиц. Но руководцы. Так же, как вам... Руководцы. Нет. Они назвали там и секретарши, и программистов, кого угодно. Так же, как, напомню, во время избирательной кампании Трампа, они же опубликовали в местные СМИ целый список. СМИ, которые, как они считали, из сайтов, являются агентами Кремля. И указали экспертов, которые, как они считают, работают на вражеской государстве. Я говорю только о зеркальных мерах. Я не говорю ни о чем сверх. Я говорю только о зеркальных мерах по отношению к которым... Сейчас можно, Александр Алексеевич? Да, ну 30 секунд, чтобы к теме не возвращаться. Значит, мы сейчас подготовили ряд конкретных предложений, совершенно конкретных, да? Чтобы вылезти из физических лиц из серой зоны. Но это должно быть сделано по закону. Еще раз повторяю, мы не дикари. Вы с законом-то... Вот смотрите, Украина проспала с законом, получила революцию у себя, которая, де-факто, переворот, спонсированный печенюшками. Не проспим, потому что те, от кого зависит защита суверенитета, они достаточно хорошо эрудированы. Ну, эрудированы, эрудированы. Дайте им законы, на которые они могут действовать. Даем. Даем. Александр Алексеевич. Спасибо. Ну, понятно, что в отличие от Запада у нас действует и должна действовать презумпция невиновности. Я хочу сказать, что очень сложно доказать аффилированность того или иного человека, гражданина с иностранными государствами, а тем более факт того, что он выполняет, как вы говорите, какие-то поставленные перед ним задачи или впрямую работает на какую-то иностранную державу. Я в этой связи, ну, надеюсь, что коллеги из Совета Федерации что-то предложат, но как юрист я с трудом могу представить, как это может работать. И здесь главная, на мой взгляд, задача, это, вы правы, довести до общества объективную информацию, то, что есть, с тем, чтобы дальше общество само делало выводы. Я против того, чтобы шельмовать кого-то, чтобы заранее вешать клеймо и говорить, там, это предатель, это человек, иностранный шпион, агент СРУ. Нет. Но общество обязано и имеет право знать всю правду. Я задаюсь вопросом. Представим себе ситуацию, что в Соединённых Штатах Америки на выборы президента идёт человек, у которого есть офшоры, находящиеся на территории Российской Федерации, у которого дети имеют гражданство Российской Федерации, у которого дети имеют недвижимость в Российской Федерации, и который регулярно вылетает из Соединённых Штатов Америки в Российскую Федерацию и в дружественные России страны. Скажите, пожалуйста, этот человек в Америке будет обвиняться и уличаться в том, что он агент Москвы? Майкл, будут? Нет. Не будут обвинять? То есть, не будет. То есть, иными словами... Да, то есть, сейчас Трампа обвиняют в том, что у него русские олигархи что-то купили, когда было вовремя, обвиняют его в том, что он марионетка Кремля, и якобы... А вы говорите, что не будут обвинять? Не будут. То есть, вы не читаете американскую прессу? Майкл часто путает «да» и «нет» просто, когда ему выгодно. И всё. И я прочитал «Нью-Йорк Тайм» с этим статью. «Маска сорвана». Что? «Маска сорвана». Это сенсация. 71 операция, да? Спецоперация. 120? Ну, мы сказали, мы начинали. Ну, у вас... По вашему счёту мы всём сказали. Вы, извините, пожалуйста, Майкл, вопрос был задан не об этом. И я рад тому, что вы читаете «Нью-Йорк Таймс». И сенсации, кстати, здесь нет никакой, потому что все эти факты многократно озвучивались. И разница просто в той цифре итоговой, которая, к сожалению, постоянно возрастает. Так вот, я абсолютно убеждён, что в случае появления на американском политическом небосконе подобного кандидата в президент, он неминуемо подвергнется массированной атаке и обвинениям в связях с Россией и в выполнении заказов Кремля. Потому что, если сам факт встречи того или иного американского сановника, чиновника с российским послом, не с резидентом внешней разведки, а уж тем более нелегальной, с послом, с официальным дипломатическим лицом, за собой влечёт последствия обвинения в работе на Москву и увольнения, ну, о чём говорить? Я задал, извините, я задал этот вопрос риторически не случайно. Я имею в виду, конечно, совершенно конкретную ситуацию. Когда мы говорим, кто в российской политической элите, в российской системе выборов работает или может работать на другую страну, или действовать в интересах другой страны, я не понимаю, как кандидат в президенты, именующий себя народным кандидатом, я вовсе услышание говорю, а товарища Грудинина. Нет, ну я думаю, что лучше. Сейчас у нас тяжёлое время, у нас осталось несколько недель до выборов. Подождите, 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 мы же сказали с вами, мы ещё начали. Общество имеет право знать. Так вот, Владимир Владимирович, простите меня, человек, у которого оба сына имеют недвижимость за рубежом, а один из них вид, постоянный вид на жительство, который постоянно, кандидат будущий в президенты, выезжает за рубеж и в среднем два месяца в году проводит за пределами Российской Федерации. Что не нарушает российские законы. Не нарушает, у которого имеются иностранные счета. Скажите, пожалуйста, он является в какой-то степени потенциальным объектом для выборовки? И он, как я понимаю, отрицает то, что у него есть счета, он говорит, что... Нет, он в конечном счёте сказал о том, что эти счета есть. Ну а наличие недвижимости и вид на жительство он вынужден признать. У его семьи, он как говорит, что за детей не отвечает. Владимир, я... Я понимаю вашу логику, но просто к тому, что это всё не является нарушением закона. Безусловно. И поэтому я и говорю, что это очень шаткая и тонкая грань. Я ни в коей мере сейчас не пытаюсь поставить клеймо на товарища Грудинине и сказать о том, что он агент Запада. Но то, что товарищ Грудинин, исходя из всех этих уже известных обществу фактов, безусловно, мог являться потенциальным объектом устремлений со стороны Запада и его специальных органов, для любого человека, маломальски ориентирующегося в этой специфике, это очевидно. И ни в одной стране человек, настолько аффилированный, имеющий прямую связь с иностранными государствами, находящимися явно не в дружественных отношениях с твоей страной, точно не может называть себя народным кандидатом в президенты. Ну, надо отметить, Владимир Шленин вообще нам приехал в сложных условиях со своими товарищами из Европы, и это не помешало ему быть и патриотом, и что-то делать. Здесь я к тому, что, когда мы говорим о нарушении закона, это одно, здесь нарушение закона не установлено. Поэтому, Владимир Шленин, я просто хочу, чтобы быть очень точным. Надо отметить, что у многих кандидатов сложное отношение не с законом, но с вашими критериями. Потому что мы живем в свободной стране, дети могут учиться где угодно, работать где угодно, сын за отца после товарища Сталина у нас не отвечает. Поэтому просто хочу, чтобы здесь не было очевидно, что мы пытаемся на кого-то... Бесспорно. Я хотел бы, если позволите, поставить точку в этой части, чтобы, опять же, быть правильно понятым. Вы привели очень хороший пример с Владимиром Лениным. Долгие ведутся исторические дискуссии, являлся ли он агентом иностранной разведки. Не являлся, не знаю, это ответ на этот вопрос. Но то, что революция в России готовилась в том числе на иностранные деньги, то, что Ленин пользовался поддержкой наших тогдашних врагов в лице Германии, позволивших, в частности, ему проехать через территорию Германии, факт исторический. И это прямое свидетельство, как бы мы сегодня сказали, вмешательства во внутриполитическую жизнь нашей страны. Надо отметить, что факт передачи денег так доказан, как я помню, и не был. А факт проезда, конечно... Ну, паруса, извините, никто никуда не девал. Нет, ну, парус, скажем... Человек проехал, человек проехал, что через территорию воюющего государства... По территории проехал это правда. Поэтому, вот, извините, ради бога, очень такая тонкая... Я понимаю, трудно законом эти вещи определить. Главные критерии это отношение и восприятие людей. Я просто хочу, чтобы избиратель знал все. У нас сегодня все говорят о вмешательстве. Это такой мейнстрим, это суперпопулярная тема. Она на волне, кстати говоря, американцы ее раскрутили. Мы поменяли полярность небезоставаний. И очень хорошо на ней позиционироваться. Но абсолютный сумбур, что из себя представляет вмешательство. Часто получается, что под вмешательством Соединенных Штатов, которые на самом деле реально есть, и это серьезная вещь, понимают те вещи, или относят к ним те выступления, например, американских политических лидеров Трампа или Тилерсона, которые к вмешательству вообще не имеют. Никакого отношения, хотя они там высказывают резкие заявления по поводу России. Большинство этих заявлений, когда выходит Трамп и говорит, Россия снова претендует на роль глобальной державы, мы покажем им ее место, мы испепелим и обрушим на нее нашу испепеляющую ярость. Американцы любят вот такие образные выражения. Это совершенно не означает, наши хватают за голову и говорят, о, испепеляющая ярость. Да, сейчас они на нас обрушат, это вмешательство. Ничего подобного. Это он отрабатывает внутриэлекторальную повестку. И это обращение к своему американскому электорату. Зато в тех случаях, когда есть реальные ситуации с совмешательством, Минфин проводит расследование, выпускает кремлевский доклад. Очевидно, что это начало операции информационной войны. Это многоходовка, которая сейчас будет развиваться до выборов. Наши сначала пугаются, а потом для того, чтобы себя приобретали, говорят, да какое это вмешательство, и начинают ее троллить. Да это не вмешательство, а Минфин вообще не знает, что делать. Вот важно понять, что вмешательство – это конкретные действия, это не заявление, это не чихание, это не лай собаки на караван. Это конкретные действия, цель которых – перехватить оперативное управление теми или иными внутриполитическими процессами в России и установить контроль, хотя бы частичный, над двумя самыми важными политическими институтами в России. Это институт принятия политических решений, во-первых, и институт выборов, во-вторых. Что касается выборов, то сейчас уже никто не действует прямолинейно. Когда берут какой-нибудь оппозиционер и говорят, слушай, вот тебе куча денег, давай, вот тебе задание, запиши, не забудь, а еще лучше выучи, а потом съешь это. Иди, да, и там, значит, что-нибудь проведи. Дело в том, что действует опосредованно. Совершенно не обязательно ставить оппозиционерам, их доверенным людям, задания конкретные. Можно собрать их наблюдателей будущих, которые хотят каким-то образом сорвать выборы, но не знают, как это делать, и обучить их провести тренинги, объяснить, что и как они должны контролировать, что они должны делать, чтобы выборы были признаны нелегитимными. А вот эта именно задача и будет ставиться на выборах 2018 года. И все, вроде бы заданий нет никаких. И, может быть, они даже деньги на это не получили. Но они, в них заложена программа. Вот так они будут действовать. Сейчас все это происходит более тонко. По поводу того, почему мы на это так реагируем, почему у нас такая странная двойственная реакция. Мы, вроде как, возмущаемся вмешательством, с одной стороны, с другой стороны, не предпринимаем достаточные шаги. Я лично считаю, что мы продолжаем находиться в таком междувремении. Знаете, мы до сих пор не определились с тем, так что же мы дальше собираемся делать. Серьезно так, в перспективе 50-100 лет. Мы говорим о том, что у нас нет традиции каким-то образом прямо говорить, что вот этот человек работает в другое государство, это плохо, это, так сказать, непатриотично и прочее. Почему нет? Да потому что в 1991 году Россия началась с того, что очень хотела вмешательства. Мы легитимировали себя через поддержку Запада. Декларация о суверенитете России, которая была в 1991 году, это была, на самом деле, декларация об отказе от суверенитета. Вот тогда мы сделали вмешательство Запада одним из основополагающих камней новой государственности. Вот тогда мы постоянно обращались на Запад. Наши политические деятели хотели, чтобы их оттуда поддерживали. Мы открыли им все ворота, чтобы они сюда въехали. Мы открыли ворота для их бизнеса, а огромное количество людей, которые перепилили советскую экономику, они просто всем естеством связаны с Западом в самых разных апостасиях. Поэтому быть Западом долгое время было правильно, хорошо, приветствуемо и укоренилось как обычная нормальная ситуация. Более того, даже наоборот, если вы вспомните 90-е, вот если у человека есть связи с Западом, он считается гораздо более влиятельным, он считается гораздо более, так сказать, авторитетным, если хотите. Интеллектуальным. Интеллектуальным и так далее. У него больше возможностей. Мы же через это прошли. Мы новую государственность свою не от суверенитета, как бы, да, изводили, а именно от зависимости. Зависимость от Запада. За ярлыком ездили. Да, за ярлыком. Зависимость от Запада стала одним из главных условий создания постсоветской России. Так действовал господин президент покойный, так действовала вся его команда. Что же вы хотите? А это еще наложилось на многовековое вот это вот тоже раздвоение ума у нас по поводу вот этого западофилии. То ли нам с Западом, то ли без Запада и так далее, и так далее. Так вот, вот в этой связи, собственно говоря, частью фундамента современной России является вот эта связь с Западом абсолютно желаемая российским правящим классом. Вот вы говорите, почему у нас, так сказать, нет жесткой реакции? Да, все, в общем-то, понятно. Во-первых, мы по-прежнему, на самом деле, очень серьезно зависим от Запада. В первую очередь, в сфере финансов и во всем, что это связано. Во-вторых, огромное количество нашей элиты напрямую связано с Западом, просто потому что они на этом делают деньги. Деньги они на этом делают. И считают это главным занятием своей жизни. В-третьих, у нас интеллектуальный класс в значительной степени аффилирован с Западом, еще начиная с тех же самых, там, конца 80-х, 90-х годов. Они вообще считают, что все, что здесь сейчас происходит по поводу патриотизма, это все морок какой-то, да? А когда же мы вернемся к нормальному общению с Западом и прочим-прочим, ради которого, собственно говоря, все можно сдать? Четвертое, это несомненное заигрывание власти с этой самой оппозиции. Ну как же, надо презентовать, что вот у нас есть такая-то оппозиция. Смотрите, они такие страшные. Ну это, с одной стороны, и некий свисток, через который пару выпускают. А с другой стороны, вот презентация. Вы знаете, ведь в приличном обществе надо иметь оппозицию. Вот в том числе под корону с Западом. Хорошо, что мне напомнили. И так далее, и так далее. Поэтому сразу после небольшой рекламы с оппозиции и начнем. Сергей Борисович, я позволю себе несколько крамольных мыслей высказать. Да как обычно. То есть, готов утверждать, сколько живу на этом свете, что Запад нам на самом деле не враг. Не источник какой-то вечной угрозы на протяжении веков. И общаться с Западом вполне можно нормально, трезво понимая, чего он добивается от нас. И вовсе не обязательно покоряясь всякому слову, звучащему с Запада. Но все-таки ведя себя как достойный партнер в тех случаях, когда нам это интересно и выгодно. И ни в коем случае не надо устраивать охоту на ведьм внутри нашей страны. И объявлять опять охоту на врагов народа. И искать поводы, законные поводы к тому, чтобы возобновить вот такого рода расправы. Или по суду, или без суда, в виде просто компании в средствах массовой информации. То есть вы считаете, что у народа нет права знать? Нет, право знать есть. Хорошо. А вы согласны с тем, что сейчас в Америке идет де-факто маккартизм номер два? Я согласен, что есть многие элементы, возрождающие практику маккартизма, к сожалению. Но они нас называют впрямую своим врагом. А мы должны говорить, нет, вы не понимаете, мы партнерство. Несмотря кто, в официальных документах государства, Соединенные Штаты, мы обозначены как соперники и эрвизионистская держава. Не только. Слово «энами» — враг, не звучит. Да, но извините. Адверсари — это соперник. Но адверсари — это не просто противник. Это противник, соперник. Мало этого, принято законное поддерживание. Мало этого, вся риторика официальных лиц, вежливо говоря, ни о каком партнерстве не говорит. Нам сказано, что мы — тирания. Нам сказано, что мы не имеем права ничего делать. Они должны, как рыцари в сияющих доспехах, нести демократию всему миру. То есть они имеют право вмешиваться. Ну, об этом они давно говорят. Так они себе провозглашают очень давно. Ну, а мы должны что говорить? Внимательно слушать, возражать. Оргументированно возражать. Но они объявляют наших граждан под санкциями на основании, как им кажется доказательств, на это не имея ни решения суда. Но мы объявляем встречные санкции. Нет, мы, кстати, а какие персональные санкции мы объявили в последнее время? Ну, вот по поводу последних персональных санкций, связанных с вмешательством в выборы, мы пока ничего не объявляли. Правильно. Вообще, в принципе, они гордятся тем, что они отобрали у наших дипломатов дачи, они отобрали нашу собственную штату, не дают возможности ее использовать. И это что, нормально? Много глупостей, в том числе преступных глупостей сделано. Я, кстати, напомню про недостойное совершенно поведение с флагом. И когда я увидел это, я, кстати, был удивлен нашей мягкой реакцией, потому что отозвать посла для консультации, как минимум, после натругательства над флагом, надо было. Но, что я все-таки хочу подчеркнуть, я остаюсь сторонником международного права, которое имеет конвенциональную природу, то есть договорную. А его уже нет. Недопустимо, когда попытки существуют диктовать одностороннее международное право, это не правовой путь. А вот конвенциональное право, я всячески прилистываю. Но американцы-то как раз свои национальные права распространяют на весь мир. Это неправильно, мы с этим не будем соглашаться. А мы что будем делать? Значит, вот что бы я предложил сделать, например, сейчас вполне мы можем выдвинуть такую инициативу. Есть международный договор, который так и называется, конвенция о предотвращении. Вот давайте предложим конвенцию о предотвращении неправомерного вмешательства граждан одних стран в избирательные процессы на территории других стран с использованием киберпространства. Американцы на это сказали, что они не вмешиваются, они помогают народам устанавливать демократ. Нет, американцы радостно сообщили нам о десятках, даже сотнях в отдельных случаях эпизодов, когда они вмешивались и говорят, да, но мы вмешивались на светлой стороне истории. А это оправдывает? Это не оправдывает ни в коем случае. А кто определил, что это сторона светлая? Я помню ужасный пример, он меня еще с молодых лет потряс, это вмешательство в Чили в 73-м году. Это была светлая сторона истории. Ну как, ну убили альенды, но Виктора Хара замучили. Это был ужасный пример неправомерного вмешательства. А вы вспомните, когда американцы извинились за свои вмешательства? А сейчас на Украине это правомерно, что ли? А Ирак правомерное вмешательство? Примеров много разных. Но предлагать такого рода правовое решение, я считаю, мы вполне вправе. Наши избиратели предложили в устанавливающих документах Организация Соединенных Наций прямо написать за предмешательство во внутренние дела. На что американцы прямо говорят, прямо написано в недостаточно. Есть конкретные ситуации, связанные с использованием киберпространства и неохваченные. Было очень много примеров, когда США бессовестно вмешивались в выборы других стран. Было Гватемалы, Иран, было очень много. В основном это было во время Холодной войны. Это не оправдание, но это факт. Они признали сейчас Сербию 2000 год. Я хочу сказать, что Грузия, Украина, Белоруссия, Киргизия, Армская весна. Александр, я вас не перебивал. Нет, понятно, просто вы говорите, что это было во время Холодной войны. Я вас не перебивал. Я вам помогаю, я вам подсказываю, потому что вы забываете какие-то вещи. Кроме этих случаев во время Холодной войны, да, была Сербия. Был Афганистан, между прочим, против Карзая. Одну минуточку. Было много чего. Да, как раз вы говорите. Была Франция. Про Францию я не знаю. Здравствуйте, а что случилось с Тросканом? А, ну это да. Серьезно? Терьезно какая? Да. Потом выяснишь. АПЛОДИСМЕНТЫ Но я хочу сказать другое, что когда Россия решила играть в эту игру с Америкой, понимаете, одно дело, когда мы с другими странами, но когда Россия фактически объявила кибер-войну против США, это, понимаете, я всегда спрашиваю, это вам нужно? Вы готовы втянуть США в эту войну? Какую? Ну, мы только что прочитали доклад. Правильно, вот в этом докладе написано. После этого выступает один из руководителей в Фейсбуке и говорит, ребят, всё хорошо, но только русские купили рекламу после выборов. Нет. И после, и до. Нет. В основном до. Он сказал после выборов. На что ему дали по башке, он говорит, слушайте, я тут правда сказал, что после выборов, но я думаю, что специальный прокурор знает лучше, поэтому я не буду спорить. Нет. Это неправда. Ты передёргиваешься. Нет. Я цитирую точно. Могу даже на вашем родном языке вам дать прочитать. Этот несчастный опубликовал твит. И до. И до, и после. Основная масса рекламы была куплена до. Хорошо. Мало этого, и твиттер, и фейсбук. После. После. Российских СМИ очень принято предподнести это как, ну, подумаешь, пара сотен фейковых аккаунтов, пара сотен лайков, в чём проблема? В чём проблема, да? Ты прочитал доклад? Да, я его не только прочитал. Когда приводится доказательство, то, что один американец вышел с плакатом «Дорогой босс с днём рождения 55» и говорят, что это случилось в день рождения одного из там российских граждан, который возглавлял эту структуру коммерческую. И на основании этого делать вывод, что это вмешательство в американские выборы, я считаю это чезофренией. Этот эпизод в прямом указан докладе. Это один эпизод из миллиона. Там нет никакого миллиона. Массовый сброс информации, агитации за Трампа, это нарушение американского закона. Какой дезинформация? Агитация за Трампа. Вы представьте себе, если это произошло в России. Это постоянно происходит в России. В России постоянно, извините, в России постоянно аккаунты, которые находятся на территории Украины, на территории Канады, на территории Америки, вбрасывают под фейковыми именами информацию обо всём происходящем в России. Потому что интернет-пространство, нравится вам или нет, так устроено. Зарегистрированные люди в Англии постоянно забрасывают с вами сообщения всё. Ютюб, не российская структура, постоянно рекомендует нам политическую рекламу вполне конкретной антигосударственной управленности. Владимир Рэйч и Джонглс, о чём? А в Америке действуют эти фабрики? Это 80 человек, которые работали круглосуточно. О чём? Вы говорите. И они создали сотни тысяч фейковых аккаунтов. Это агитация за Трампа, которая влияла на это манипулированное общественное мнение избирателей американских. Вы невнимательно читали доклад. Я внимательно. Потому что там написано, что они начали работать до того момента, как Трамп объявил, что идёт на выбор. Безусловно, и усиловали работу, как только Трамп баллотировался. Минуточку. Там не было сказано, что они в чём-то дезинформировали. Потому что вы не можете сказать, они что ли придумали, что Black Lives Matter? Это русские придумали? Или действительно это убийство чернокожих граждан на американском полицейском? Так или нет? Когда ваши тролли создали фейковый союз мусульман, это фейковый аккаунт, который сказал, наш кандидат Хиллари, потому что Хиллари любит мусульман и любит шариат. Это не манипуляция, это фейковый аккаунт. Это один частный случай. Таких случаев Хиллари не любит мусульман. Напомню вам, что фонд Клинтон... Стоп, стоп, стоп. Такой, ничего подобного. Хочу вам напомнить. Напомню вам... Это один случай, я могу перечислить тысячи таких случаев. Напомню вам, кто является одним из основных доноров денег фонд госпожой Клинтон. Один из основных доноров фонда госпожи Клинтон и её супруга является арабская известная вам страна. Союз мусульман, это фейковая группа, такая группа не существует. Это ваши тролли. Почему не существует? Почему? Но она в интернете существует. Дайте мне целый час, я перечислю тысячу таких случаев. А я считал, во-первых, не тысячи, а дайте им, что это мешает? Вы в интернете можете создать любое сообщество, хоть сообщество, глаза до хорангутанга. В чём проблема? Владимир, проблема, что 6 миллионов подписчиков... А подписался кто? У нас 140 миллионов избирателей, 6 из них, они подписчики ваших троллей, ваших фейковые доказательства. Подарите, это 6 миллионов или троллей? То есть вы так боитесь правды? Нет, это всё фейк. Почему фейк? Если люди подписались, значит это им близко? Если американцы агентируют за Трамп, это одно дело, но это ваши проплаченные тролли. Минуточку, кто кем проплачен? Отключите интернет, отключите интернет. Это ваши социальные сети, которые вы контролируют. Это показания сотрудников этой фабрики. Во-первых, сотрудники этой фабрики не были опрошены. Поэтому никаких показаний нет. Вы даже не знаете, что это базируется на статье РБК. При этом журналисты РБК, которые это написали и сказали, да вы и фамилии перепутали. Вы включили секретаршу, вы включили людей, которые были уволены до... И новая газета. А кто это такие? От чего вы решили, что это... От чего вы решили, что это правда? Это несколько историй. А чего вы решили, что это правда? А даже если это и правда. С чего вы решили, что это правда, что сказала новая газета? Они многократно были пойманы. Он подтвердил эту информацию. Кто он? Мюллер. А как он ее подтвердил? Кого он опросил? Он... Эти сотрудники, они дали показания ему лично. А Штилл из сказки рассказали. 13 человек, которые в списке. Они вышли в 13-м только в реку ВОСА. Там 80 человек работали. Кто из них был верифицирован? С чего вы решили, что они не отговорились за американские деньги? Как ротик? Потом в Фейсбук дал показания. Откуда они получили каму? Российские студии работаете за МСССР. Есть люди, которые... Они какое-то отношение к государству имеют? Нет. Это частная компания. Частная компания имеет право делать... А мы из-за чего? Мы из-за чего? Давайте мы российским запретим. Так мы из-за чего? Как только вы запретите это делать, вы тут же убиваете интернет. Почему? Потому что вам тут же скажут, ну как? Но дикое количество троллей работает за некого Навального. Дикое количество троллей работает за многих оппозиционеров. Навального кандидата. Абсолютно. Сейчас один из известных красных. Сейчас один из известных красных. Под чашими именами целенаправленно дезинформируют население. То есть она будет запрещена нашим законам, а не внешним каким-то. А вот дезинформацию еще надо доказывать. Да. Там не было дезинформации. Но мы запретим дезинформацию. Какая-то была дезинформация. А мы это... Вы по суду докажите дезинформацию. Дезинформация запрещена по суду. Конечно. Только я не понимаю, о чем... Главное, 13 или сколько там у вас агентств, тысячи людей, АНБ, которые прослушивают всех, вы, которые вмешиваетесь в выборы, которые забрасываетесь здесь с фейковых аккаунтов, постоянно всякую чушь в интернет-пространство, Себя изображаете, девочку с криком, 13 человек из Питера взорвали на вы. Тогда признайте, что Трамп нелегитимно. 13 это руководство этой кампании. Тогда признайте, что наш президент избран нелегитимно. Кстати, напомню, что вы вмешивались в выборы Великобритании, в Brexit. Ваш президент тогда приехал и оказывал давление. Забыли? А кто вы такие, что вы вмешиваетесь в весь мир, А когда кто-то что-то делал в ком, он говорит, нет, к нам нельзя. К нам нельзя. Да, вопрос как раз именно в этом. Вопрос в том, что в Соединенных Штатах... В чем суть-то? А суть очень простая. Суть спора в чем-то. Они решили. А нет, подождите, даже если допустить, что фейковый журналист, поскольку я не знаю, где вы работаете, в каких газетах печатать, даже если он прав. Не надо, чтобы хоть успел сказать. На фоне того, что мы наблюдаем, когда американские, якобы неправительственные организации, напрямую связанные с государством и финансируемые с бюджета, впрямую направляют деньги на политическую деятельность других стран, в том числе в России, когда в 96-м году на выборы ездили полмиллиарда долларов, было привезено в посольство США. Это можно? Когда год от года финансирование Национального фонда демократии, где деньги идут из Конгресса, в Россию шли, и когда на Евромайдан, на Украину шли деньги, это нормально? У меня ни слова не говорят. Дальше какие-то аккаунты, я не говорю. Я могу только поддержать, что уже ровно то же самое я собирался сказать. В Соединенных Штатах создана система вмешательства в выборы по всему миру. Система, состоящая из неправительственных организаций, из организаций, связанных с правительством напрямую или несвязанных, из сетевых ресурсов, из ресурсов напрямую пропагандистских. Количество подписчиков Радио Свобода и Голоса Америки в России уж никак не меньше, чем количество подписчиков на эти аккаунты. Эта система действует ровно везде. Это СМИ. По миру, не только по России она действует. Это СМИ. Проблема с российским якобы вмешательством в том, что Россия не признается равным игроком на международной арене. Соединенным Штатам можно делать все, что угодно. А тот, кто делает что-то иначе, заканчивает, как Патрис Лумумба, который сказал в свое время, что извините, ребята, мы больше не ваши обезьяны. Через год его убили. Все. Мы, к сожалению, должны заканчивать. Все понимаю, но сейчас жестокая ситуация, когда мы должны из-за политической рекламы выходить в определенное время. В конце мая хочу вам рассказать такую историю. Вы же еврей? Я не верующий, скажем так. Понятно. Тогда, если вы были бы верующими, вы бы знали, что когда-то... Папа юриста. ...что когда не притворяетесь, вы не родились в Средней Азии. Когда к великому... Я правда не верующий. Когда к великому учителю пришли и сказали, Вот пока я стою на одной ноге, объясни мне, в чем смысл твоего учения. Он сказал, не делай другим то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Вот американскому народу надо понять этот простой смысл. Ведите себя со всеми прилично. Тогда вы будете иметь право требовать от других такого же отношения. А завтра мы увидимся снова. Продолжение следует... Продолжение следует...